Мы еще не молимся? Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии, пословутой ему. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Титул послания Святого Апостола Павла, 3 глава, 10-11 стихи. Еретика после первого и второго вразумления отпрощайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Толкование. Когда же Павел в другом месте говорит, не даст ли и им Бог покаяния? Второй Тимофею, 2 глава, 25 стихи. Там он говорил о людях, подающих надежду на исправление. А здесь говорит о неисправимом еретике, совершенно развращенном, который осужден сам собою, то есть безответен. Ибо он не может сказать, никто не вразумил меня, никто не научил. Итак, если после увещания он упорствует в одном и том же, он сам осудил себя. Вопросы. Что значит сам осудил себя? Судья Бог, как сам себя осудил? Он себя не судит, он считает себя правым. Он судит наоборот других. Отцов в церкви судит. Давай. Ты имеешь в виду, что не ты его осудил тем, что ты перестал с ним общаться, а он сам себя осудил тем, что он такую ересь проповедит. Если ты ему как бы сказано, отращайся. А, то есть здесь смысл такой, что ты с ним не общаешься, он в этом виноват сам. Он сам выбрал такой путь, поэтому сам себя осудил, то есть вина его не твоя, что ты с ним не общаешься. Это ты хотел сказать, да? Да. Место писания есть. Господь говорит, имейте уши или не слышите, имейте очи или не видите. И да не обратятся, чтобы я исцелил их. Гордыня не позволяет. И да не обратятся. То есть Господь, что ли, не хочет, чтобы они обратились. Да нет, он как раз говорил, все. Они сами. Да. Такой же смысл, что... Раз они закрыли, и да не обратятся, поэтому они, чтобы исцелил Господь. Есть среди нас такие... Не дай Бог. Видишь-ка, вот самоослужие. Это по закону. Есть статья. Это я знаю, что сейчас сказали, вот запрещенное в Российской Федерации, это организация ИГИЛ. Я сейчас показываю. Вчера там в Санкт-Петербурге его взяли. С двух сторон заломили руки этому, которые есть. А там сразу подписи идут. А почему вы с ними чихаетесь? А надо с ними поступать, как они поступают. Глотку режут и резать их сразу. И все, как президент Путин сказал. Сортири найдем, сортири мочить будем. Оттуда поговорка-то пошла. Это путинская где-то. Мы их найдем, в любом конце земного шара найдем и все равно отомстим, когда самолет тот сберет. Видишь, как он самоосужден. Он туда вступил, знал, что ждет. Партизанин человек. Ну ты знал, что за это будет? Ты поезда под откос спускаешь, а сейчас с тобой будет чихать это. Партизан вынес сам себе приговор. Вот в чем дело. А когда не делал это, я осужден кем-то. Кем-то за то, что делал или не делал. Вот так. Я верующий. Я принял это добровольно. Меня за это судят. Меня судили-то, я не убил никого, ничего. Они распускали молву. Меня судят, а в это время милиционер стоит и говорит, что же вы закрытый процесс-то сделали. Меня открытый, потом раз, закрыли на день. А Надежда Васильевна идет и слышит, говорит, а это судят, когда малолеток там изнасиловали кого-то. А это как грайп подняла там. И судья милиционера, да я не говорил. Он говорит, я говорил, что закрытые, когда делают. То этот под каким статьем-то, а я этого даже не знаю, за что судят. И милиционер оправдался. Чего с процесс-то закрытый? Лапкин написал стихотворение. Ты получал его? Яковлев говорит, получал, не получал. Я же не семи пядей был бы. Я не могу помнить. Я много получал. Ну, прочтите. Судья... Ну, стихотворение-то у вас. Ну, прочтите в суде. Я понял, какая-то слабая власть. Как она, как огня боится. Одно стихотворение, я про Ленину. Припомните, как вилл, коварный Ленин, об этих душегубках предсказал. А кино, где показывает-то. Стоит в своя рота череп. По мету птиц подставил голый череп. Гоша-тоинзма. Сон меща и ут. Это допрашивание следует написал. Лужащащий, мыть памятник. Ну, так-то вы. Это правильный вывод. Хороший вывод. А вот первую источку у нас, толкуйте, про душегубках предсказал. Кто предсказал? Ленин говорил. Кино является наивысшим способом агитации. Кино-то какое было там, прощипая его, другое-то. И Ленин видел, какую силу имеет кино. И об этом так сказал. Для всех искусственное и важнейшее на нас является кино. Это чистое... Душегубка, это что? Душегубка, это клуб? Клуб. Клуб. В клубе обычно все было. Клуб дыма из ада, из преисподня. Клуб и дыма идут. И назвали-то они клубом, они назвали его? Ну, да. Ну, у нас... Клуб, клуб. У нас церковь какая-то, крещение. По крещению переводится, погружение. А то, говорит, брак. Слово брак что означает? Вот человек делал, и все развалилось. Брак. Ну, оно слово брак-то по-другому никак. Ой, этот бракодел всем настройки надоет. Дела его идут не гладко. Это не палатка и не палатка. А штукатурка такова, что трудно подыскать слова. Это бракод, бракоделев. Обвенчают. Это, Пугачева раскаяние приносит. Что с Филиппом Киркором зря обвенчалась. Покаяние принесла. А вот с Галкину молодец. Ведь она может быть еще обратиться. Она недавно где-то против нее выступила. Она собиралась выступать, и ей там забили ход. Прокуренный голос там все, и начали. А с Жириновским сцепилась. Я так и ахнул. Да, ты что, что делаешь-то? Да ты маленько, ты гляди, Алла Борисовна. Ну, кто перед тобой? Он говорит, я партию образовал. А вы что? Вы все тихушки искали. Сталин тихий был. 56 миллионов загнал. Этот-то, это все. Вы под львого правителя под силки. Он как начал ее крошить. Она вам это что-то так разрешено, что вы так хамите? Или в одне кто такой? А он ее дальше продолжает. Везде что-то научишься. Давай. Самоосужден. Ты знал, что за это будет? Ну, ты знал. Знал. Вот я сидел самоосужден. Передачки принесли в тюрьму. А моя мама там сидит, и бабы там ждут обед назначены. И каждая, моего там взяли не за счет совсем. Да, не за счет. А мама бабоньки, да как вам тяжело-то? Ваши детки не за счет. А мой-то за счет сидит. А за счет? Так он проповедовал, говорил о Христе. Я его благословила на это? Да вы что, да? И он сознался. Да как ты сознался-то? Он только жалеет, что мало проповедовал. И бабы на него уставились там. Вот. Машет рукой. А еще, они ходили и говорили, что у него подпол так оборудован. И там он имеет связь с Францией, с Японией, с Америкой. С Японией связано главное. В 68-м школе, в подвале. И всех людей нет. У нас в комнате. И откуда, говорит, у них там, говорит, 12 квадратных метров. А в подпол как оборудован. Вот куда люди-то, говорит, все приходили. Понятно, заманывал, зомбировал. Ага. А там у нас подпол страшный голос. Гуру, зомбировал, гуру, зомбировал. А почему так говорят? А миссионерский отдел болванил их. У них еще там нету. Давай. Самый осушенный-то, если всем миссионерский отдел вступил. Я более богохульного ничего не видел. Его нельзя образовывать. Это Бог образовывает и два человека, и весь отдел. Подвое послал-то он. На проповедь-то. Семьдесят подвое, тридцать пять, двенадцать подвое послал. Откуда отдел-то? А там расписывается. Кто статью написал? Кто где был? Кто кришнаитов там просмеял? Сидеть или голос запретили. Запретили в Российской Федерации вообще они. Я говорю, что их добились этим? А вы против? Да не против. Я просто знаю, что это ничего не даст. Они не перестали ходить, так и будут ходить. Они на пролом будут идти. Отняли у них дома эти, Дом Царства. Ну, еще дальше. Разбогатели. Меня арестовали, я подумал, а вам Щернобыль на голову сыпет теперь? Пошел. Послание Титу, третья глава, двенадцатый стих. Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Толкование. Зачем апостол, поручив Титу, такой большой остров опять вызывает к себе, отвлекая от должности? Это для его же пользы, чтобы лучше наладить его на дело, обсудив, как именно вверенное ему. Никополь город во Фракии, расположенный на Истре. Никополь. 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 На Истре. Никополь. Да. А кто пригласил этот был у нас старобряцев? Роман Танарковский. Вы? Я его приглашал. Я его даже не слышал, я не знаю, где он находится. Как я мог пригласить? Не знаю, я спрашиваю. Тебя кто пригласил, Брютина Тихонович? Кто его пригласил? Романов. Он говорит, что меня пригласил Игнатий Тихонович. Я даже не знаю, где он, ни разу его в глаза не видел, я не узнал даже, что там. Он в общем, вы приглашали в общем. Ну, ну, он-то как узнал, через кого, что у нас? Через интернет. Да, ну. Он же на сайт вашего города. Да ладно. Да. Нет, 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 не так. А как? Смотрит ролики. Ну, я думаю, что, думаю, что надо спрашивать Надюшку. О! Савинцеву. Ну, она же его, как бы, родственница. Вряд ли Таня его приглашала. А Надюшка могла. Таня с пятого на десято смотрит. У меня есть некие, которые почти все ролики посмотрели. А Люба не пришла? Таня, а что Люба не пришла? Нет, нет, нет. Я на сети не приду. Нет, нет. А Люба, Еревесева назвали? Да, она хотела прийти. Я поблагодарил, я и так поблагодарил. У меня даже решетка над голубят, я тогда принесла. Они имеют связь с Аленкой. Мы ничего не забываем. Все помним. Давай. Акцент 3.13. Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Толкование. Законник, это что, оскорбительные слова? Нет. Ну, меня-то, Муравлев-то, Игорь встретился. Ну, Игнатий, ну ты законник. Беру. Теперь отныне меня по-другому называй. Игнатий законник. А напротив законник. А только одна ячейка, беззаконник. Я всегда буду приветствовать тебя. Игорь беззаконник. Он сразу попятился. Если ты законник и меня понужил, значит, ты незаконник. Нет. Нет и нейтральной полосы, только беззаконник. Зато он говорит, что не считая закон, ты его не знаешь. Ты незаконник. А не знаю, ты нарушаешь. А нарушаю, ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. Ты что, думал-то, поправилась? Нет, еще только начало положено. Сколько платить будешь? И неизвестно сколько, но много. Сколько? Неизвестно, не знаю. Неизвестно, но много. О-хо-хо и а-ха-ха. Теперь уж что. А с тобой сейчас? Уехала вчера. А сестра будет помогать? Абхазия богатая со мной. Пускай помогает. Так называют человека опытного в законах иудейских. Таков был Зина. И Аполлос был красноречив и силен в писаниях. Им еще не были верены церкви, чтобы ни в чем у них не было недостатка. То есть позаботься, чтобы они в изобилии имели все необходимое. Именно пропитание и одежду. Все необходимое. Силен в писании. Классно, да? Пропитание и одежду. Силен в писании. А он не сказал, что тут такой-то Lexus или как машину называют, там еще не говорит про это. И не говорил, чтобы тебе что-то другое. Хлеб, не вода. А содно я пешком до дому. Все это знал, в совершенстве. Мы когда ехали там в Салонике, где Салуги город сейчас, в Грецию, то я смотрел холмы, думаю, здесь по тропе, так на хохол наклоны, Павел шел. Невероятно. Ну просто, знаешь, как, смотришь там пещеры какие-то вырыты. Этого не было, потом пришло. Ну, не... Аскалу, за которой монахи прятались, чтобы его убить? Не видели? Нет, нет. Это где-то там не триста пустыни, наверное. Не триста пустыни. Ян Златоуст, там близко? Там где-то было. Это нет, не здесь. Нет, нет, это пустыня была, а это холмы населенные. Знаете, конечно, вы там видели финиковые пальмы? Полно. Вот они финики еще кушали, кроме еды и холмы. Я не знаю, кроме еды и холмы. Кроме еды и холмы. Кроме еды и холмы. Кроме еды и холмы. Пальмы какие-то. Я не отличаю. Но что там есть, что-то есть. Я знаю только, человек, который с другой стороны, ему такой пользы нет. Нам уже есть то, что природное. Вот это организм привыкший к этому. Я как только чужое поем, гранату поел, вот это, и все. И у меня поплыло даже от гранаты. Ну, это организм. Да у вас желудок просто слабенький уже. Ну да. Ты прав на 100%. Посланиндитут 3 глава 14 стих. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Ты посмотришь. Пусть учатся упражняться в этом. То есть это как тренировка. Пусть бегают по утрам там чаще. Так и здесь. Вот кто где участвует в добром деле-то? Раз и. Раз и. Понятно как? Упражняйтесь, ищите. Где помочь? Кто? Услышал какая-то? Ну, немного хотя бы. Я тоже там участник. У нас есть такие, которые не участвовали в этом доме никак где-то. Сегодня мы не Ледово собрались. Мы все равно Бога будем славить. Или они не могли. Или пришли позже. Вот это знамя. Отец сам Суворов. Протеерей. Ходили в магазине там где-то. И он говорит, ну охота Игнатьеву подарок. Ну какой? Батюшка говорит, у него все есть. А флаг? Вот флаг он примет. Он его любит, говорит. Я говорю, за всю горовую историю такого флага не было. Земля кровь, помышляя небе, великий белый престол, божественный плак, проповедь. Когда там этой двуглавой курицы нету. Давай. Толкование. Как бы так говорить. Мне можно было бы иначе сделать ненуждающимися упомянутых. Но я не желаю для того, чтобы наши, то есть те, которые около тебя, научились бы из того, что ты снабдишь их необходимым на дорогу, упражняться в добрых делах. То есть заботиться о нуждающихся и в деньгах, и в словах, и во всем другом. Не для того, чтобы нуждающиеся получили такую пользу от того, но чтобы сами они пользовались плодами своего человеколюбия по отношению к ближним. Ты прочитал в деньгах, в деньгах или в деньгах? Деньгах. Да, конечно, в деньгах. Ведь и Господь, напитавший пять тысяч, конечно, мог всегда питать и себя, и учеников. Однако Он пожелал получать пропитание от женщин, чтобы они получили пользу. Я могу не брать, что ты приносишь. Для твоей пользы это все. И мы где делаем. Мне это не надо, чтобы я сохранил. Тебе это польза. Так и по отношению к нам не столько бедным приносится польза от нашего подаяния, сколько нам от них. Бедные для нас источник прощения грехов и дерзновения пред Богом. На скайпе возникла Игорь, начинает с кем-то так прямо схватиться где-то. И там вышел один Рустам Гусейнов. Видно, что там из тех людей. И он его, Игорь Т. Швартову как-то, он разобиделся и сразу ушел. Ушел, закрылся и пришел домой. И теперь он мне сегодня ночью написал. Я пришел, конечно, я обижен был. Но я тоже не прав был. Я этого Игнатова, Сергея Лизаблюдом назвал. Ой-ой-ой, а теперь пришел, да всех от всех сразу закрыл, как в черный список-то. И вас туда же. А я посмотрю, я к нему написать не могу. Но я молюсь, и вдруг, говорит, я иду на работу. А он врач работает, много отплащит в Италии, работает. Сколько примет, столько и получит. В этот день никого нету, на следующий день пулся. Два человека только пришло. Да-то, вот, а мне удивительно, обычная очередь-то. Только выходить, гляжу, а там где-то, прилавка-то, пришел и наблевал. А я ему пишу, это твоя, обливокина-то. Дальше. Он говорит, ну ладно, иду там. И с пятого этажа летит бутылки, прям передо мной, чуть голову не разбила стеклянная. Я, говорит, пришел, только лег, говорит, и свет погас. Я один в темнотее. Да что ж такое делать-то-то? Я давай скорее вам писать, что я сам виноват. И свет сразу раз, догорелся. Вот понимаешь, это нарушно не придумаешь-то как. На него как все повалилось-то где-то, и он мне пишет, я нашел это, что у вас есть самое истинное. Понятно как. И ничего не делали, только молитва. Как только он закрылся, я скорее за него молился. Дестовочку в руки. А Игорю скажите. Это ли как-то Игорю-то. Это хорошо, что он очень талантливый проповедник. Понятно? А пошел даже всех, главное, всем помордаться, да и мне попутно. Нет, так он сказал... А я совсем даже не участвовал. Он же там написал, говорит, пока у вас тут дыбунов, понятно, что вы не православные. Я думаю, ну парень-то долбанул. Вот это да. Главное, Игнатий, значит, спрашивает советов. А Игнатий, значит, тут же, я еще посмотрел, такой, Игнатий, значит, здесь. Вот это он всех околпашил, мужик. Я молчу. Всего лишь за того, что я сказал, что канон не на 35-м месте. А что я должен согласиться, что канон... Это пускай Сергей соглашается. Я-то не согласился с этим. Я опять влаживаю... Это Ирин Сергей, это Рустам Гусейн. До кого он за него вступился, за Ирина? Что я Ирину сказал, не на 35-м месте каноны. Прошло и окончил благополучно. Покаяние он принес, и Игнатий он написал. Я ничего не знал. Вообще ничего не говорил. Пока бутылки не разбили. Он крестился, Рустама. Его назвали Рустик. Такой святой есть. А я про это говорил. А из... Один из евреев там напишет. Это пишет нам. Евгений Трампо. 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 И он тоже, кажется, книги мои выписал. Заплатил там. Так, мне кажется, где-то. И он говорит, а тут езра очень часто распространенная. Езра, кажется, послушание или что-то означает, говорит. А у нас езры нету. Во всей Библии, в Ветхом Завете нету героя. Единственное, не запятанного грехом, который столько бы много сделал. За Давидом смертные грехи. 49-й Псалом пишет, а на 50-й Псалом уже не решился. Пока не пришел его и не сунул его на фант. Он написал-то, откровей меня, избавь Божий, откровей. А я что-то Ревеку вообще и Рахим не раз не встречал в православии. Вот Роман сидел, и я говорю, ты слышал, что у вас Рахих была? Он говорит, нет, а Ревекка? Он говорит, нет, у нас нету. У нас Агафья больше. А Руфья у Баптистов слышал, и Ревекку у Баптистов. Вот, через тетя Аллу. Ревка-то пишет, Ревка-то, это Ревекка. А, Ревекка-то, да? Ну, по-нашему, как Николай-Коля. Но она Баптистка, да? Она из мессианских где-то евреев. Ну, ну, понятно. Все приняла. У евреев есть это, да? Все приняла православие. Сейчас эти, говорит, там самое большое число заблуждений этих мессианских иудеев-то. Да она говорит, приводит что-то, она говорит, акремент римский так-то сказал. Она недавно, вначале говорит, она целые фразы приводит Феодорита Кирского. Таких книг даже не достанешь. Ничего. Девчонка. Она в университете учится. А, ну, понятно. Умная. Умная. Это хорошо. Теперь весь этот ум только надо в нужное русло. Все, не ночью, она новые песни написала, выставила и как играет. Ой, забыл сказать. Сегодня мне скинули один ролик, я вам могу дать потом послушать. Над казахом смеются, на дамбре играть. На дамбре, говорит, это та палка, да две нитки. Два струна. Два струна. И он играет. Это нельзя сказать. Кажется невероятно. Она длинная такая, это штатив-то у него, который он перебирает. Павел Анасадинского играет. До самого тончайшего звука. А потом надо, когда густрен перехваты, на двух этих играет. Там у него столько. Бывает отрицательность, здесь нету. Класс. Я очарован. Поражен. Шок. Просто надо... Ну, хотите, зайдите, я сюда не притащусь. Да, ролик надо. Я включу, а? Как называется ролик? Полонез Агенского. И там Казахстан назови. И Добра. 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 Два слова заряди. Ну-ка, давай. А он сидит и играет. А сам такой. А он говорит со всеми. Учитель музыки где-то или что-то. Такой с бородкой, в галстуке. На ютубе, да? На ютубе. Ой, играет. Я тут, кажется, арнатель прослушал подряд. После занятия. Что-то завораживающее. А зачем пришел? Но там видно, где-то подыгрывает какой-то еще инструмент. Подыгрывает. Я, наконец, нашел, где он играет. Чистую сам сидит и играет. А тут он играет. И кто-то наложил где-то там барабан потихоньку бьет. Но главное, это звук его. Такой же, наверное, сидит. Бьет барабан. Я одного, интересно, иду. А он играет. А другой звук совершенно не такой. Я говорю, а как ты так играешь? За щекой, говорит, у меня. За щекой. За щетница такая. Да. Что-то у него там есть. И он говорит, Кадин, прошел недавно учиться. Учился, учился. А я, говорит, вижу, я сказал, у тебя ничего не получится. Я говорю, а ну когда... Когда запели, я говорю, голос. Так я в Елаханском соборе, в храме Христа Спасителя, это заменяющий-то. Я, говорит, там пел. Так а почему-то... А это дело сгубило меня, говорит. Я выпиваю. Заворотниковская. Я, говорит, после этого пел в Большом Академическом театре в Москве. Ну там голос шаляпин, шаляпин. Я постоял, поговорил и... Ой-ой-ой. Как люди себя расходуют, да? Ну да. Да, главное, за щекой. Я говорю, наверное, ну, так-то пощелкал. И дальше начал. Начал петь, а там звук какой изо рта прямо несется. Мы, я думаю, можем без сидеть. Нет, у нас щекнул там какая-то. Ну такая она, как на заколку женскую, похоже. Нет, это научиться, говорит, это не просто так. Это надо знать, куда воздух направить, как говорить. И где, когда его больше-меньше. Так а вот эта вот стучка тоже... Это надо бред, ты никогда не поверишь. Как это называется? И затем... И он перечисляет книзу, когда зайдет, и она... Переливы, переливы все тончайшим. Он быстро-быстро пальцами перебирает. И как кинет туда руку, потом назад. Вот такое... Половица генства, это сложное произведение. Это не расцветали яблони и груши. Я даже пел... Щерс идет под знаменем, красный командир. Был такой... Монахи шли, его увидели, он пас коров. Когда он пел, говорит, коровы переставали есть. И вот сразу в императорский хор куда-то. И я когда пел, у меня коровы переставали, если не знаю, куда бежать. Щерс под красным знаменем, красный командир. А вообще это не белогвардейцев песня, не Щерсов. Это уже потом переделали ее. Аттитут 3.15. Приветствую тебя все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь. Толкование. Или любящих его верно и нелицемерно. Или любящих его верных, то есть христиан. Молитвенно благожелательствует, да сохранится в них дар Божий. Или человеколюбие всегда прибудет с ними, сохраняя их благодатью. Или да прибудет всегда благодать с ними, более всего нуждающимся в ней. Ограждая и души их, и тела во Святом Духе. Ему слава во веки. Аминь. Мне вчера один пишет, он в Потеряевке принимал крещение. Алексей Матюшин. Я, говорит, ухаживал за четыре года. Когда умер, меня пригласили на обед, на трапезу. А я, говорит, не пошел. Я правильно поступил или нет? Вопрос. Ну, несмотря как. Ты же любишь поесть. Хоть бы наелся досыта, бишь бармахку какого-то. Так я правильно поступил или нет-то? Я, говорю, ты мог взять Евангелие кому-то передать. Они бы тебя ухлопали, еще бы один ужин заказали. Так я тогда не пойму. Тогда и хорошо, что я не пошел. Они бы не сразу стали хлопать. Я, говорю, хоть наелся бы, как Дмитрий Смирнов говорит. Люди-то крещу, говорят, не что, хоть деньги из кем взять. И ролик озаграли. Самый наглый поп. Вот так, как у нас было сегодня. Они построят храм Христа Спасителя и такого собрания сделать не могут. У них на собрании там не будет. Кто там, Березовский помогал, Потанин. Да все они там на дощечке написаны. Сердце не лежит. Сердца нету во всем этом. Да. Вот такая огромная фотография архиерейские, после архиерейского собора. В храме Христа Спасителя. Я не знаю, там их сотни, сотни человек. 350. 350 человек. И вот чувствуется, что это просто кирпич. Кирпич. Это не живое что-то. А ты вот что заряди. Богослужение. Католическое, православное. Сделали нарезки отдельно. И по-английски написано. Вход патриарха. Как его встречают. Как идут архиереи архиереев. Мы насчитали 24 архиерея только. И как выходят. И сразу проходит сколько там? Минуты 4. Теперь как у католиков. У них совсем по-другому. Как он заходит и другое. Дальше. Как вынос Евангелие к народу? А у них. Как вынос Библии к народу? У нас как Евангелие вот так вот идет. Закрыто Евангелие. И тут там 4 кадила машут. 4 человека там. За ним еще человек 20. И все одежда, одежда, одежда. И батюшке я показал. И они заходят в алтарь. У них показывают. С той стороны выкатывается. А широкое такое место-то. И впереди девчата на роликовых коньках. Крылочки сзади. И как ангелочки они летают. Вот так вот впереди. На коньках. А сзади будет Евангелие. А Евангелие не несут. А там сделана какая-то катушка такая. Вот она широкая такая. И вот так вот идет кверху. А там еще выше. И вот так вот заканчивается. И так шпили висят. Кажется 3 или 4. И на них площадки. И на них здоровые ребята сидят. И вот так вот показывают. Обыкновенные мужики сидят. А еще выше куполом. Там из бриллиантов все сделано. И девчонка сидит. Девушка. И она без платка. Венок на ней из цветов. И она в руках держит Библию. А вся эта катушка катится. И одновременно вращается. И она улыбками всех раздаливает. А народ весь машет как на Майдане. Этими белыми платочками. А она в руках держит Библию. И они так медленно двигаются. И эти впереди на коньках. Они вот так вот на роликовых. Как крылышки приделывают. Все беленькие. Во все. Если нам объединиться. Так нам сначала нужно хоккеисты записать. Репертуарчик менять надо, да? Болеец. Патриарх говорит. И дальше они куда несут. Но это может быть критика. Нет, это не критика. Это реально все. Тут же папа идет. Папа в теаре идет современный. Рядом идут его кардиналы. Вот служба-то живая где. Это старая бряца бы показать. Половина бы. А у нас был случай, когда епископ еще был курочким. Провожают с батюшкой их. Ну, поехали, потеряевку. Вышли вот сюда вот и проходят мимо. Но это. И они между собой что-то беседуют. Слышу. И батюшка его. Ну что, а это. Ты что с палкой поедешь? А епископ свой посох. У него деревянный же такой. Он. Да я вот не знаю. Куда палку-то эту деть? Она же как бы ко мне приросшая. Батюшка. Да мы что, тебе там палку что-ли найдем? Это жезл. Маршерский убитый жезл. Она висит палкой. Он говорит, дай ему. Пускай отнесет, поставит. У меня пошел. Потом говорит, спрячься. Это же все-таки ты понял. Я говорю, да еще бы. Ничего. Это жезл. Пошли. Ну неудобно там в поездах. Палки, говорит, не найдем, что ли. А по-моему, она у них это собирается, втыкается так. Ну у него не втыкащаяся была. У него она же такая простенькая, но резная. Ну как удочка, это одна из-за другой. А у них тогда, у них как вот ходят, это скандинавская, у них такая наборная. Ну вот эти ангелочки-то в белом одеянии и такие крылышки прямо как это, знаешь, просто это, поперосная бумага. Ну понятно. И они вот так вот между собой все это на ролике показали ноги, как ролик и коньки, и они там, вес народу миллионные, все платочки машут и машут, ну майдан. А у нас бы на коньках можно было кататься, у нас зима, лед можно было делать. Еще интереснее. Нет, там еще нет, там все внутри. Нет, нет, нет. Какой лед, когда библиоти не отдали еще. И она улыбается, улыбка отдает, эти парни принимают, а потом вниз уже передают и теперь уже руками несут. Игорь Костяков, я наружу не слышу, ты не знает, ни одного слова нету. Ни там, ни здесь. А этот ролик как называется? Ну, он по-английски называется. Семис, ортодокс, чёрч, католик, чёрч, всё. Заряди, католическое, это я могу даже показать. Богослужение, как бы, параллельно одно, другое, ну, три момента и показано, какая разница. О, их, если посмотришь, так наш-то патриарх, как ангел выглядит. А этот бритый старик там такой, на нём, особенно бритьё вот это никак нам не подходит. Вообще никак. А у нас, посмотри, он какой, да вы, архиереи-то, какие все князья. На них любо посмотреть. У нас разворачивается патриарх, а у него вот как до стола, шлейф сзади, и там паш этот, или как его назвать, королева, то за ним этот хвост сзади, куда он туда, быстро двигается. Камер юнки. Патриарх поворачивается, он за ним следом. Это та материя, которая тащится-то за ним. Шлейф, это да. Шлейф-то этот. И патриарх выходит, и положил, поцеловал, и лбом поднул. Точно так же. А крестится вот так вот патриарх. Вот отсюда, и вот сюда, вот куда-то. Вот сюда, ниже кармана. Ниже кармана. Такой крест. А может быть, он нижнюю часть креста изображает, который на кладбище стоит. Я уже думал, почему он больной или что? Ну, у него сердце может, он на сердце накладывает как-то. Ну, ну, не низко, даже ниже сердца, наверное. Вот так вот. Да что-то вы их даже хорошо еще показали. Я раньше все время ставил Путина в пример. Как он крестился-то Путин. Отлично крестился. А сейчас вижу точно так же. Это патриарх Игуль его разворотил-то. Ну, я тоже так подумал. Как попало. А наш, что приезжает архиепископ Новосибирский Павел, грек. Маленький такой, прям ниже Володи, наверное. Сухонький такой. И таких же набрал себе служителей. А служители идут, когда эти прадодиаконы кодят, он кодит. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Прямо он с таким выражением говорит, что видно, что верующие. А другой-то поедет, он говорит, как тратон, говорит, поваров. Набрал с собой. Я пришел как-то здесь. Захожу, я говорю, а что такое? А это свита архиерейская гуляли тут. Что попало? Пьют, говорит, одеколон. Вот все. Перебливали, опорки везде там лежат. Это свита его. А один из них не пил. Ко мне домой приходил. Я говорю, как ехал? Да всю дорогу там, то Высоцкого, то Пугачева включали. А боги-то? Ну что ты? Это такого срода никто не слышал. Архиерей-то отдельно, машина им отдельная. Верю. Давай. Послание к Филимону, апостола Павла, предисловие. Христос не отвергает ни раба, ни господина, приходящих к нему. Ибо один Господь всех, Он, а больше Отец. И это видно, как из многих других, так и из этого послания, в котором Филимон господин, а они сем раб. Оба, чтобы не сказать больше, возлюбленные Павла. Филимон с самого начала был замечательнейшим мужем Фригис по происхождению. Первый, верный по образу жизни, помогающий святым в нуждах и творящий милостынь. Анисим, сначала бежавший невольник, он украл деньги из дома Филимона и бежал. Будучи в Риме, он услышал проповедь Павла, и от него, находящегося в вузах, оглашенный и крещеный, сам сделался достойным удивления человеком. Посему апостол, считая неполезным, чтобы Филимон печалился по случаю дурного поступка и бегства Анисима, и желая залечить рану его сердца, которого получила труба, посылает Анисима к нему с этим одобрительным посланием. Некоторые, однако, говорят, что не следует причислять это послание к прочим, так как оно касается маловажного дела. Но посмотри, сколько пользы от него. Во-первых, оно молчает нас иметь о заботу и о тех, которые, по видимости, незначительны, как и Господь говорит. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Матфея 18, 10. Во-вторых, если раб такой неразумный и недобрый обратился, то не должно никому отчаиваться за себя, и особенно тем, которые выросли на свободе. В-третьих, не должно под предлогом благочестия отторгать рабов от Господ, если они не желают. В-четвертых, не должно с презрением относиться к рабам добродетельным и не стыдиться их, когда Павел называет чадом своим Анисима. Посему кто же не удостоит причислить к прочим посланиям, и это заключающее в себе столько полезного. А как он его нашел, то почему у него вопрос не стоит? Павел в тюрьме сидит, у него все есть, гуляй, пей. Зачем он в тюрьму-то попал? Анисим-то? Так он же... Ну, вопрос надо же поставить. Все-таки Павел в тюрьме. И вдруг Анисим, который теперь свободный, убежал, удрал, обокрал, у него денег. Каждый день пишет он блистательно. А как он попал в тюрьму-то тоже? Он говорит, я в вузах родил его, в вузах родил. Родил это, значит, отцом. Пришел, послушать, там же к нему приходили проповедь слушать. Пришел послушать, тоже, видать, интересовался чем-то. А может быть, что-нибудь хотел стебрить. Ему века-то не надо. Рядом девки, да что бы он пошел-то туда? Посадили. Его посадили. Старика какого-то слушать. Гуру сидит какой-то. Нашисты на миссионеры обозвали Павла так же. Принадлежен к Назаревской ереси. Считается, что когда много денег, много друзей. Быстро проели, промотали, проиграли. И есть негде. А кто-то и скажет, а тут какая-то секта есть. Они кормят этих наркоманов. И все так иди, там обязательно горящий борщ дают. И сегодня такие есть, которые... И он пришел. А Павел-то им дал и докормил другой пищей. И он обратился и покаялся. И он теперь его и говорит, что... Я уж не говорю тебе, ты сам собой мне должен. Ты-то через меня, Филимон, пришел. Ты всей жизнью мне теперь обязан. И поэтому, ну если он должен что-то, на мне считай. Запиши сколько, я заплачу. Я заплачу. А заплатил бы, а то, что брали там. А раз пишет Филимону, значит, весов вполне вызывает доверие. И вот кажется, а маленькое письмо, а сколько в нем изображено всего. Я сейчас у Вологоев-то был. Я говорю, Саша, ты же это у нас потеряешь, ты уже 28 лет. Он говорит, ой-ой-ой. 28 лет он у нас фотографирует. Вот эти фотографии. И где-то он что-то говорил. И он как Кураев обо мне говорил, он точно так же. Это вы больше не найдете нигде. Это все, Саша. Это я знаю. То есть он очень расположен. И он против, нигде никому не дает еще говорить. А я о нем молюсь каждый день. Я не знаю, с чем это связано, но у него свои вопросы были. И эти вопросы я знаю и все время молюсь. Каждый день. И вот приходят, вдруг полностью расположены. И главное, что не скажу. Говорит, а я знаю. Я все время смотрю и считаю. Вот этот фотограф, который был. Тут вот в книгах у меня, там сплошь. Какой ни возьми, снимок, это все его снимки. Сейчас вот по порядку гляну. Любой покажу. Это все его снимки. Это его. Вот это вот. Я с ребятишками в лагере тоже все попреграфировал. Это все Волобуевский. Вот там, где цветные начинаются, там уже его меньше. Вот сейчас готовят выставку. И о Потеряевке незаконченная. И выставка просился сильно в Потеряевку. Я говорю, ночью поезд приходит. Дороги нет. Кто тебя встречает? Ты замерзнешь. Так он меня до Кулунды и потащит. Но обратно тоже, если остановишься, значит, все похороны в Барнавул. Как же я вот это, в сентябре хотел приехать. У него выставка вот-вот. Он называется «Заповедник веры». В снимке все 100% по Потерянке. И мне включил телефон, большой телефон. И говорит, обложка маленькой брошюры выходит. Говорит, вот такой снимок. Я посмотрел, где батюшка крестит этих из Германии, которые. И ветер дунул. И на ней просто вот так вот закрутило вокруг головы. Вот так вот. Ну, она необычно так. Другие одеты. А ветер подхватило. И на ней одежду вот так завернул. И кверху ее даже не видать. Вы не видели эту фотографию? Нет. Ну, она, конечно, не интересная. А другая есть у меня фотография. Батюшка идет и ходит. Кодит, а под ногами не видать доски. И как будто батюшка по воде пешешествует. Давай. Комментарий Игнать Тихоновича Лапкина. Слово проповедь. Творец установил известный всем способ размножения, который зависит не от знания человека. Этому никто никогда и не учил. Но это все заложено в природе. От низшего до высшего. И называется это зачатием и рождением. В духовном плане все это происходит точно так же. Евангелие Таана, 3 глава, 3 и 7 стихи. Иисус сказал ему в ответ. Истинно, истинно говорю тебе. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. 1 Тарифянам 4, 15. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Не от того, что ходил, Слово-то, бабушка водила, причащался. Нет, благовествие рождается от семени. А семя вышло сеять Слово Божие. Как могли это не видеть, это просмотреть? И что там тебе этот роман? Я слышал, что маленькая говорила, что это самое истинное, что сохранилось. Это богослужение, это у старого. Да он вам же говорил. А? Вам говорил. А там нет, да я слышал. Вы не услышали, или слышали, что их священник маму причащал вашу, и она сетовала так вот, что вот, сын-то мой не выстава вере. Да, 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 да. Так и есть. Ну, а Антароман-то знает. И он говорит, может быть, вы пересмотрите позицию-то свою, переходите к нам. Мы держим так, как от начала. Какое начало? От князя Владимира, когда 9 столетий позади. Игнат Ильич, вся проповедь, переходите к нам, говорит. Да больше ничего нет. И уже уходит, руку мне подал, потрес и говорит, я глубоко убежден, что ты скоро будешь старобряться. Я говорю, ну мы это, как Васька слушает, да ест. Наверное, мы на том же месте, по вашему поступке. Значит, мы все тебя научили за это время? Все, больше ничего. Больше ничего нет. А Славе Волкову тут не интересно. Не интересно? Нет, ему тут не интересно. Он не пришел. Не интересуюсь, я говорю, этим тут. Он не интересуется каменной болезнью. Да. Мочекаменной. Да, я там ходил. Мочек, бошку, камень сердца. Мрамор надо есть или что-то такое. Да, 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 это у них. Геомопатия. Металлопатия. Вот такой, говорит, Белл, что у него пища вывалилась изо рта. На римлянам 10.17 продолжается комментарий. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия и от службы. В этом способе размножения от проповеди не было ничего нового для людей духовных. Порядок был всегда один и тот же. Порядок был всегда один и тот же. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божия жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Стараться понятия об этом не иметь. Я говорю, Бог никогда никому ничего не прощает за так. Это и его сущность. Он не может это сделать. Он не может, потому что грех это смерть. И просто так, ну ладно, кто-то должен умереть. И когда начинаешь говорить цифру, ну взяла плод, что там меньше сало плодов, больше никто не возьмет, они одни там были. Каждый день рвать она бы не стала. Ну наказание-то какое-то должно быть, какое-то выгнал, он в Зраиле бы, да и все на этом. Нет, умерло 100 миллиардов уже. За этот плод и 100 миллиардов. Цена равенства, а равенство разве? Так еще не все, еще какие беды будут, еще какие миллиарды умрут, еще отец и 7 миллиардов, чем кончат. И вдруг плод. Поэтому ты удивился и больше ничего ты не можешь сказать. Только благодари Бога за его справедливость и любовь. Вот так. И согласие вынесшего себе приговор человека на то, что за его грехи, именно за его уже принесена плата смерть Сына Божия, взявшего на себя его грех. Как заключительный акт рождения отход из воды околоплодной жидкости и первый вскрик – это троекратное погружение во святом крещении и начало благовестия другим. Если бы апостол Павел был православным в нашем понимании, то он бы занимался, как любой сегодняшний батюшка, придуманным требоисполнительством. И этим бы занимался, будучи арестованным. Как он мог бы родить из волка ягненка, из шакала агнца, из гены тельца? Конечно, Анисим мог приходить к Павлу, питаться от него, благотворительной деятельностью, и тогда умели заниматься. И Павел научил бы его приходить на исповедь и причащаться. То есть там, в камере проповедника Тарсянина, была бы маленькая монашеская келья, очень похожая на сегодняшние монашеские кельи. Но без проповеди Евангелия не было бы ни рождения свыше, ни этого послания. Интересно, когда сегодняшние батюшки читают это послание, почему они себя не ставят на место Павла? Чтобы они там... Не думали. Когда сегодняшние батюшки читают это послание, почему они себя не ставят на место Павла? Что бы они там делали? Павел духовно не был умерщеленным от этого ареста. Он также продолжал молиться, писать послания, проповедовать и духовно рождать. Трудно ли сделать заключение сегодняшним священникам, что они ничуть не похожи и не приближаются к образу апостола Павла? Это мои слова, а я пришел. А он простирает к ним законные в кандалы руки и говорит, 1 Корифон 4,16, «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». И Филиппийцам 3,17 «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Мы не видим ни разу, чтобы Павел проводил богослужения в храме и хоть чуточку был похож на сегодняшних требоисполнителей. Он знал три слова. Христос, Евангелие, проповедь. И это осталось нам в 14 его посланиях. Итак, любому должно быть видно, что то, что сегодня называется православие, есть абсолютно новая придуманная людьми религия, имеющая мало общего со Словом Божьим. Поэтому анисимами, ворами переполнена страна. Батюшек сажают за постыдные дела или совращение малолетних, или присвоение чужого имущества, или даже встречаются главари ракетиров в рясах. Как говорит патриарх, каких бандитов напринимали в церковь. Сейчас, главное, в интернете, показывая католикам, разбирают, сколько пострадало от них, от их притязаний, и какие родители требования выставляют. В основном, говорят, это мальчики 10,5 лет, в 3-й возраст, 10,5 лет, и вот в которые ходят, из них 60% более совращенные. И это священнослужители. Такого самое не написано. В Австралии, или где-то, уж кажется, страна такая, ничего подобного. И чтобы папе написали, чтобы отменился, либо чтобы они женились, не скотищали. Там какие-то комитеты, все это написали, комиссия прошла, и все это обнаружилось. В Армании, в Америке, как наступили на них, так они сколько, миллиардов долларов выплатили. И где служили в храмах, продавали храмы, чтобы только их не садили, а компенсацию родителям выдать. А та молодая девчонка, а он их исповедовал в автобусе, по одной приглашала. Он говорил, что так исповедуется. Они еще не знали. Он ее исповедовал. Юбку на голову. И все официально. И все равно, жениться нельзя. Когда Павел говорит, что лучше жениться. Лучше. Лекарство такое простое, дешевое, удобное, интересное. И приятное. А так и сатана вот такими вот колбасит. И люди идут на это. Гарас или баб. А сейчас она переводит, как говорит, целит баб. Андрей, это курая там, расколупалка, насколько. Никакие финики не помогли. Монахам. Филимону. А у нас их и нету. Послание Филимону, первая глава. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему. Толкование. Тотчас, с самого начала, научает господина не стыдиться своего раба, сделавшегося с рабом. Именно ради Христа все прекрасно, даже узы, которым и сам он радуется, так, что и называется по ним. Этим он сильно упрашивает, показывая, что содержащему в узах за Христа справедливо сделать удовольствие. Как бы недовольным себя, почитая к упрошению, он присоединяет и вопросителей, присоединяет в вопросителей и Тимофея, чтобы Филимон склонился на просьбу многих. Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему. Если он возлюбленный, то окажет милость. если он сотрудник, то не задержит своего раба, опять пошлет на служение проповеди, которой и сам он служит. Ибо и раб исполнит такое дело господина, если опять будет возвращен. Филимон Игнать Тихоновича Небольшой на служение проповеди. Сегодняшним пастырям неведомо это словосочетание служения проповеди. Им известно служение алтарю, служба обедня, служение родине. Но служение проповеди, то есть как быть слугою проповеди Евангелия, быть исполнителем порученной Христа проповеди, быть глашатаем святой проповеди живой и рождающей это современным батюшкам совершенно неизвестно. И отсюда легко сделать заключение, что вся их жизнь, все служение их не по Евангелию, а по вымыслам человечества. глашатаем 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 может сегодня хватит, это у нас перебор будет. Можно и хватит. Половина склон уже в дрему ударится. Вопросы задавайте. Вопрос верстанин, а когда вы нас отпустите до двоя? Да. Посадим можно. Ладно, что уж сразу так. Это картина. Расскажите немножко, как вы там живете. Что, а то вы едете скоро, никто вас не узнает. конечно. Что, что, хотя бы о чем? С самого начала, как вот у вас было там приблизительно, как вы, да, вера какая у вас была, может вы мусульманка были, мы не знаем. Ну да, я не знаю. И как у вас вот это все проявилось, как вы к свидетелю попали? С мусульманства к к свидетелю. Да. В 90-е годы мы работали с мужем в киоске, и свидетели ходили, дали журнал один, другой, я стала читать, ничего плохого, интересно. Хотите изучать? Хочу. Ну вот, стала изучать с ними. Они, давайте покрестимся. Я говорю, нет, я еще плохая ровно мне еще. Через полгода буквально. А потом, так я отошла от них, мы переехали в село из Алматы, и там духовная пища мне требуется, и все, я мужу говорю, давай найдем свидетели, где они находят. Ну, мы в другое место съездили пару раз. Пару раз съездили в другую местность, ну, и вот так два собрания где-то побыли, а потом опять дома, не наездишься туда. Опять дома сидел, сидел. Тогда еще интернет у нас не было, ничего, опять меня вот это гложет, надо мне духовное питье. Здесь свидетели по улицам шли, тоже встретились, поговорили, ой, мне так, мне вам, вы так нужны, ну, давайте будем изучать, давайте. Вот так я опять, уже в третий раз можно сказать, я опять к свидетелям примкнула, да так, рьяно, я проповедовать любила, по улицам ходить, людям говорить, да. О Христе? О Христе, да. Ну и готовилась я к крещению, а там такой разболтанный, как его называли, это старшина или как, уже я забыла-то, вот он забывал, у него памяти не было. Одно собеседование пропустили, он забыл, второй опять забыл, а третье уже я не пошла на собеседование, все, я оставила их, я говорю, наверное, Богу так угодно, чтобы я там не крестилась. А как вы о Христе проповедовали немножко? Он же на столбе, он же маленький Бог с маленькой буквой. Ну вот это, это, про столбы как-то нет, мы вот царство, что скоро с царством будет, Даниила там, какая глава, вторая глава. Тысячелетняя, да? Да. Не о Христе, а Боге. Вот ее Боге. Боге, Боге, и о Христе. И о Христе. И о Христе, да. проповедовали. Не о Христе. Христа они не проповедовали. уста вложили, они посмотрят и поют. Наши поют. Дети-то, я ж знаю. Интересно. Дальше, который дальше будет. Все, я от них отстала, они ко мне приходили, уже старшина этот приходил и извинялся. Я говорю, нет, я не вернусь уже. там уже у меня ноутбук появился, я стала искать, а я сначала к харизматам пошла, вот я такая жажда у меня была, к харизматам пошла, он у них там разговаривает, сидят рядом, я так смотрю на них, в общем, у них такое служение, вот так руками пляшут, они стоят. На меня руковозложение было, потом предложили занятие альфа-омега, я пошла, пару вопросов задала, он нервничать стал, вот кто за нашим, чай пить, каждый столик, вот так, кто за нашим столиком, я ему вопрос задаю, а он занервничал. Ну, я говорю, все понятно. Все понятно. Тоже я не пошла больше туда. А какой вопрос, не помните, заставил его нервничать? За торговлю. Они там торгуются? Да, у них буфет, торговля, все такое. Ничего какого. Да. А скажите, перед этим-то, как вы вообще вышли на христианство? Если вы говорите, вы же мусульманка рожденная? Ну да. У вас родители живы? Мама моя, молитв, как вам? Молитв не было, она записывала все в тетрадку. И вот она так молилась. Я говорю, мам, ну а что же это за молитва, если ты не понимаешь их? На арабском? Я читала перевод когда-то, ну да. Вот это вот меня, а потом уже... Ну, намазы, намазы, молитвы, как они называются, вот эти молитвы постоянные, они как-то называются? Не знаю. Не просто намаз, а... Вот она тоже уже старенькая, тогда только она стала записывать, молиться. Намаз это общая, а молитва у них называется. Ну я с дагестанцами же, я сейчас умный. Куран? Куран, наверное. Не, Куран это Коран. Куран. А сама молитва, они ее называют как-то. Скажите, а на вас там вагонений нету, чтобы крестьянкой стали? Да нету, но некоторые соседки, там татарка одна, ой, она меня возненавидела. Еще я когда, как свидетель Мигова ходила, она меня возненавидела. А я ходила, она прям такая злая всегда была, все от нее отстали, а я бегала и кушать сварю, горяченько в бегу, несу ей. А она и меня. Ну сейчас ты видишь. То есть тем что-то пришло, говорю. Ну вот, а потом я встретила... А, американские блогеры какие-то, они говорят, этот... Ну вот они, короче, я их слушала. Из всех мне они понравились, с бородами, лысые. И вот они говорили, в одно прекрасное утро я открываю их, ну я подписалась к ним, и ролик там написано. Идем к православию, что ли, вот так вот. Я говорю, ну ничего себе! Это же ей дало поклонство, я говорю, вы что? Вот с таким возмущением я открываю ролик, слушаю, а они... Вот один раз только они упомянули Игнатия Тихоновича лапки. Я говорю, что за лапки? Надо посмотреть. Набирай лапки на его ролики, все, я на них присела, стала постись, все почти посмотрела. мы... А с чего начали, не помните? С какого ролика? Беседы мне нравились. А, беседы? Да. По скайпу. С людьми как беседуют? Да. И потом думал, дай-ка я позвоню, может быть, мы побеседуем. Вот так вот. Резко как-то у меня помолилась, правда, без креста еще тогда. Я говорю, Господи, помоги мне связаться с этим человеком. Звоню и сразу Игнатий Тихонович взял трубку. И он мне по Библии дын-дын. Я говорю, ну что, Идолопоклонство же он мне показывает. Я говорю, правда? Он говорит, ну да, вот же. А вот еще место, вот еще, я сижу записываю, потом еще раз посмотрела сама. Нет, вот так оказывается, у них Библия-то обманная. Да нет, не Библия обманная. А, ой, у них же свидетели Сторожевой башни. А, ну да, там у них. Они сами. Нет, ну допустим, А Идолопоклонство, что там обманного? Второзаконие. Читают, читают 20-ю главу, а вы 25-ю читайте, и там все наоборот оказывается. Исход. Исхода, то есть. 20-я и 25-я главы. Рядом, там они ничего не могли переделать уже. Но они не дотумкают до этого. Это слишком для них сложно. Игнатики мне показали такие стихи, где про храм этого-то из Экиля-то. А они меня долго не могли оставить. Они ходили, ходили, я говорю, а что же вы говорю, у вас храм пустой, зал царства. А что пустой? У нас слова, стихи из Библии. Я говорю, какой храм ходил Христос? Соломонов. Я говорю, здрасте, Соломонов. Храм разрушил. Кто? На выходе Носор. А чей храм ходил все-таки Иисус Христос? Они не знают. Надо посмотреть. Надо посмотреть. А я говорю, я вам скажу. Храм Зарававиля. Ну, там же были Херувимы. Я говорю, ну, правильно. Он сказал того, что нельзя наверху, того, что внизу нельзя. А все-таки он разрешил рисовать, изображать. А потом, ну, а людей, когда Христос сошел ковар, он вытащил всех, поднял святых. Вот они, изображения святых, пожалуйста. Ну, что у них вытащили? А вот сидит, это Бабхистов пришла. А сейчас одна дочь за священником, другая за диакон. Вот так вот. А муж не обратился. Хороший, трудяга такой. Упорный, как старовер. Я своего свидетеля все тащила, готовила, готовила. Теперь уже он, я... Он не отпустил тебя? А? Может, тебя отпустил? Отпустил. Летом не поедешь, а сейчас не едешь. Передай привет деду, говорит. Да он ничего не знает. Дупик А сколько лет вам? А? Сколько вам лет? 60-го. 60-го года? 57 лет. Молодой шо? А мужу? Мужу 47. А на 10 лет моложе тебе, но хорошо. Все равно будет 2 лет. Ну, теперь вам надо Христа проповедовать. Главное своих. Ну, я тоже, как это, меня соседки, ты фанатиком стала. Мне неинтересно с ними совершенно стало. Великолепно. Я с ними не сижу уже. Они курят обычно, матерятся, там, ха-ха-ха, на всю улицу. Я от них оторвалась, все, сижу. Дети. Мне неинтересно. Только одна соседка ко мне ходит, другие уже все, никому со мной неинтересно, а мне с ними. Да, с ними неинтересно. Только одна соседка ходит ко мне, она научилась, как молиться, как чего, она у меня спрашивала. православное отрождение. Да, вот что значит неинтересоваться духовным. Господь не ведет человека, и все, и человек ничего не узнает. Надо учиться. Я, говорит, научила, вот, привела хоть. Я говорю, теперь тебя до церкви надо научиться ходить. Вот благовеские. Все что значит знать в истине Слово Божие. Господь говорит, я рядом с тем, кто ищет истину, ну, приходит, в истине написано. 144 Псалом. 18 И такое огорчение, когда никто не хочет слушать о Боге. В поезде говорю, так хочется мне говорить, а она раз на другую тему. Вот общины, без общин, почему мы все глубоко уверены, что все разрушится и православия не будет, потому что люди не хотят жить общинами. Вот кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И двоеточие, видите, стоит. А впереди что написано? Как? Когда мы имеем общение друг с другом, написано. Общение друг с другом, общение. Вот мы сейчас с вами общаемся. и мы давим на это. А Христос как надавил на это? Надавил так, что вот, пожалуйста, смотрим, и слезы должны течь. А люди не хотят приходы. Вот этот патриарх постоянно поминает приходы. Вот наши приходы, какие они должны быть, как там надо, чтобы все блюсти, там надо, надо, ничего нету. Потому что вера, слышание, слышание от Слова Божьего. Вот на собрании, вот вы сидите, занимаетесь, у вас Библия, а я оставалась на воскресной службе и пару раз пропустила. Чего ты не хочешь? Начала ходить, ходить. Ну, я говорю, неинтересно, у вас, говорю, там больше поговорить, а мне, говорю, хочется там узнать, чего. Поучиться хочется. Да. Ну, ладно, поговорить, но через Слово Божьем. Библии общения не берут. Говорит, вот сидит, и Гатя Тихонович сколько говорит тоже. Да. Говорит-то ладно, но по Слову Божьему желать. А я им сказал, по Слову Божьему будет суд. Слово будет судить вас. И они тогда... У нас вот тоже... А вот такая Библия пойдет, потом на службе одна женщина. А у меня баптисты дали, пойдет, ну, хоть такую читайте, говорит. А сколько у вас там народу, где вы в деревне живете? Человек 15 от силы. Ходит на службу, а сама... А когда праздник много... А сама деревня большая? Большая, очень большая. Много русских не ходят, вот что поразить. Вот тебе нужно, где работать. А у нас тут вообще русские не ходят. Я батюшке говорю, пойдемте проповедовать, батюшка, он... Вот так. Ты скажи, так с душу спасешь. Он русский. Русский. Что смешного тут скажешь? Я одна там такая. Не надо же так. Ну, что тебе такая... Наоборот, это будет всех привлекать. Вы одна такая прекрасная душой. Да. Вот в чем дело-то. И необычная внешность такая мусульманская. Это вообще отлично. Так она еще непривычно в одеянии православному ходить. Хотя по идее мусульмане, они в хиджабах же. У нас наоборот хиджабы одевают, там же закрыто все, без обладки. сестры и непривычно как-то через все. Батюшка мне говорит, а зачем второй одел плоток? Хурдянский какой-то говорит, шапочку одевают. Мусульманская плоток. Повойник у нас называется. Сережа Рух поднимает, а ты сам его поднимаешь. Да, кому он это... Мне вот Валентине хочется вопрос задать. Как вам Господь открыл вот это вот пелено, что вы по паспорту уже не хотели паспорт принимать, считали это греховным делом и вот с домом как вот... Почему нам интересно, как вы все-таки докатились до того, что взяли при паспорте? Ну, про паспорт без комментариев. Нет, ты расскажи, что случилось. Нет, не хочу говорить. А с домом еще нужно много еще делать. Да, нам про дом твой даже вообще как. Да, дом барабанулся. Не хочу говорить. А нам интересно, как тебе Господь открыл. Ну, без паспорта ничего бы сейчас не было, даже начальных ступеней дома. Ну, другие, которые не получили, они от тебя. Валя, у тебя такое событие произошло. Дело все в том, что сейчас многие же так же страдают, как и вы. Вы помогите. Почему вы только о себе-то думаете? Какая ты это? Эгоистка. Эгоистка, да. Ну, это гордость. Откровенно. А у нее смертельная опасность грозит. Да, человек в мусульманской стране принял христианство и рассказывает на всю... Это же на весь мир будет выставлено. Она не боится. Которая здесь остается. А тебе с таким застарелым, как говорится, застарелой болезнью 666. Сейчас, подожди, Мария Николаевна. Мы приезжали, когда в Тольменку у Толстого были. Ты там была? Была. Ты знаешь, сколько их людей тогда пришло? Угу. А как они пришли? Что их побудило к этому? Они были подпольные. Раньше работали даже шахтерами и пожгли трудовые паспорта и теперь только в огороде лук что-то садили и продавали. Ну, Мария с Иваном ты знала. Эту Ксению Ильичукову. Но главное, что, Ксения-то имела паспорт, они к ней все заезжали. Она говорит, вам грех, а у меня паспорта не было, дома не было. Она прямо от переходного моста здесь жила. Как ты пришла? А вот как открылась? Ты ей расскажи. Какие тут комментарии? Очень хорошие у тебя апостол Павел неоднократно говорит, что побудило его. Господь мне ударил. Ян Затаус говорит, Бог его хорошо ослепил за то, что он плохо видел. Такая радость, я думаю, что Бог тебя посетил. Как тебе отмыслен пришел? У нас священник был, он сейчас знакомый, отец Павел Ермоленко. Так он, паспорт нельзя. Нельзя, там перепись была, нельзя. А сейчас сын-то подрос, и паспорт, и компьютер, все есть. Тем более, ты же сказала здесь, благодарю вас, что молились, когда про дом сказали. Так мы не про дом твой молились. Мы молились, чтобы тебя Господь открыл на этот вопрос страшный, который сейчас у нас поражает, я вижу, прямо рядом, братьев. А они такие, языкатые все, 666, антихристом, там лазит, биздец, уже прыгает, бегает. Вы идете, на вас невидимые лучи уже направляются, паспорт взял, тебе уже все, минус, ты уже не духовный, уже все, креститься не можешь, я перекрещусь, вроде перекрестился, это неправильно, что-то там у тебя. Вы понимаете, сейчас что творится-то? А вам Господь открыл, или не открыл, я понимаю. Или не открыл. Не открыл, она не хочет. Так а если она механически пошла, паспорт взяла, значит, что-то все равно в душе. Сейчас-то паспорт, самый, что на есть, антихриста. Тогда-то была одна бумажка, сейчас уж там биометрический. Ну, я не знаю, чем отличается, вы мне расскажите. Вот так вот там, там такой паспорт, и прямо аж дрожат. Там шестерки, говорит, шестерки. Там шестерки. Чего пугать-то меня? В этом уже нет шестерок. Раньше вылечил. Слава тебе, Господи, раньше вылечил. Ты расскажи, что у тебя произошло? Почему ты такое решение приняла? У тебя хорошее посвящение было? Святое посвящение. Это не просто. Я пока не готова. Ну, а потом, может, завтра и не приготовишься. Когда они не хотят, только здесь такое. Я знаю, из-за чего. Во-первых, боятся, чтобы кто-то не узнал. И второе, сделали это где-то еще-то почти по принуждению и неохота осознаться, что я так кривил душою. Аминь. Если истинно опривернул, человек сразу несет. Да, конечно. Людмила Степановна, я тебе говорю по опыту. Я же знаю, когда человек отказывается, причина, это все, там три примерно причины. Первое, страх. Как так? Ко мне вообще типа подумают, а что-то где-то меня зазирает, будет, что я там был. Не надо бояться. Будет готова, расскажет сестра. А после, не помню. Таких может не будет уже. Говорит, я был гонитель. Я не достойно звать апостолом. Я церковь божию гнал. Он не боялся сказать. Возьмет Евдокия свидетельствовал. Я говорю, была развратница. А кто ты была? Я говорю, была супругой всего мира. Супругой всего мира. И они не боялись об этом сказать. У нас что плохо на занятиях, то, что человека нельзя вот сюда вызвать. Было бы такое, на занятия там кто-то барагозит, что-нибудь там, роман какой-нибудь или кошмар. И вот, материзовался здесь. И вот мы с глазу на глаз с тобой давай разговаривать. А то он там где-то вякает через тридевятом царстве. Всякую ересь несет. Тридцать пятое место каноны. Церковь вообще там на семьсот девяностом тысячном. И ты ему ничего не скажешь, ничего. Начинаешь говорить, а здесь у тебя уже за бразду. А ну-ка иди сюда. Хоп, отключили тебя. Ну, в общем, а при Игнатии Тихоновиче, когда увел, не побарагозишь сильно-то. Там были и колдуны приходили всякие. Колдовали сидели там. Колдовали, наколдовали. Убегали, только двери трещали. Кассики рвались. Прямо пришли две мать с отцом, с дочерью, в черном одеты. Мы волшебством занимаемся. Пришли, чтобы разрушить ваши занятия в университете. Ну, я еще, я зашел, как только пропели царю небесную, я говорю, у нас пришли люди вот такие вот, давайте молиться сейчас. Их вымело, как будто кто-то ударил в вихрем ветра, вот так вот. И больше никогда не зашли. Бог, надо Богу доверяться. Не хватает этого вот нам. И внутри человека, когда вот это не спокоится, ты откройся, ты помолись, и Бог это выдует. Ты должен открыто жить, а так все время, там сказали не так, тут меня снимали, я не хочу. Там это, это непрерывно будет сатана мучить. Праведник смел, как лев написано, обоизвинил кучи с возерёгином. Простовьте левое право. Я в интернете не блуждаю, у меня как-то душа уже видит, где плохо, где хорошо. Я сразу отметаю, вот что смотрит, что нет. Ну а сегодня, а вы-то сегодня были. У тебя в свидетельстве, ты рядом где-то. Ты всегда стараешься открыть. А у вас ещё тайны нет, у меня нет. У меня не было никогда, я не признавал это. Я бы мог не говорить, но я отвечал как есть. Я когда вернулся... Мне так вас нравится. Вообще... Мне звонит один из КГБ, КГБ ещё было, Игнать Тихонович, мы слышали, к вам приезжали с Дальнего Востока люди какие-то. Ну и что? Телефон. Ну я назвался-то майор Ардов или как-то. Ну вот они были, так вот мы это, хотели это... Я говорю, вы кому звоните? Как кому? Вам. Я говорю, вы мою биографию считали? Считали. Так а зачем же звоните? Я арестован, вы ничем не... А я сейчас на свободе вам буду говорить. Вам это надо, так вы подойдите, спросите. Люди доверились мне, пришли, они ночевали, ушли. Аминь. Они... Всё, прямо им говоришь. И когда вначале она меня говорит, Дворкин тут приезжал и начал там метелить-то. Ну вот, кто-то задал вопрос, а они собрали силовые структуры там КГБ, милиции, воинские части в местной епархии. Это мне передали оттуда, священник. И говорит, а тогда встал один или как там, и говорит, ну его видно, он из местной ФСБ, и говорит, а мы Лапкина уважаем. Он говорит, камень за пазухой не держит никогда. Вот какой есть, такой и есть. Он нам всё прямо в глаза говорит. Они начальниче так и заряжут. Кочежише, я говорю, на вашей совести 66 миллионов убитых, вам ли рот развивать-то? А за мной не чистится никто. Всё, больше нету. А вам не говорили, что в последнее время тут сейчас пошло по общине, я вчера только услышал, что при съёмках в храме умоляется Дух Святой? Да, умоляется. Мне вчера передали. Ну и что? У неё умоляется. И за то, что я снимаю, Дух Святой пятится от камеры. Да, она типа такого, что ли? Она приходила, в виде монашки. О, Алёша, Рычкунова. И говорит, собаку в доме держать нельзя, увидела собаку. Нельзя. Ангел сразу покидает квартиру. Почему? Ангелу нельзя быть собакой. Я говорю, ты уверена? Да, сама чёрная надета. И вот так, как сплеснёт этим, кто они там? Растопашкой. А там красный вот такой вот подбито. Знаешь, как впечатляет это? Тайный кардинал. Я говорю, а вы считали такое? Слушай внимательно. Берём, считаем. Товита, книга такая. И пошли они, Архангел Рафаил, говорит, и рядом бежала собака. И собака побежала за ними. То ли Архангел собака. Архангел, ты его не бросила до собаки. Что вы думаете? Я говорю, а псы-то едят крошки, падающие со стола. Где они, псы-то? Что, столы были на улице, что ли, стояли-то? И собаки под столом были, падающие крошки, они собирали. Главное, кошка и собака идут на равных. А в церкви нет. Если кошка ходит, ничего нет. А если собака пришла, освещать храм заново. Да. Вот какое дело-то. А они на равных идут. Кошка-то намного интеллигентнее. Она очень разумная. А так сказать, собака. А кошка-то она, ну, только так это. Поградишься. Она может им корябать тебя. Ну, мышей зато ловит. Ну, ясное дело. Ей положено. Да. Может, одна из причин, такой канон возник, что есть псы, которые постоянно где-то мочатся. Может, и по этой причине еще. Да и коты. Ничего себе. Володя, ты на богатство вытянешь уже. Да тихо. А вот знаешь, которые против у нас съемки были, их никого нет, а все ушли. Семи толку. Подумаешь, сам о чем. Нет, нет, они были вот эти, скобейки сидели, сидели. А я, все, их вымело. Но не должен, не должен ради. А у нас через это пришел живой человек. Да. Да и не один. Апостол говорит, вот мое доказательство против поносящих меня. Вы. Мое оправдание. Через мои съемки приходят люди, а через ваше молчание никто не придет. Печать моего апостольства. А ты вот сказала как? А другие боятся паспорта, они умеют, скажут, вот, ты видел, как она на чем была, и как сатана ее разблокировал, отошел. Ты наоборот бы сказала сейчас, я хочу поделиться опытом. Вот Санженицын вышел, рассказал, как в тюрьме. Я пошел, мне намного легче было. Он говорит, как только порог переступил, скажи, я пришел умирать, и все, сдохла собака. Он мне что-то начинает, я говорю, я тебе сейчас буду говорить, не так. Ты что мне, ну может там срок, а я умирать пришел. Для меня это в радость. А выходя из тюрьмы, скажи, благословляю тебя термак, ты многому меня научила. Я сейчас разговаривал с Валей этой, Маркетановой, за ними ухаживать идет. Она все помнит, у ней чистый разум. Как твоя сестра там была. Ее сестра, вот ее сестра, ее заберут в обали, чтобы она выдала там, отработали в КГБ. А потом в общежитие они ее поместили, да? И потом она на себя руки наложила. Она лишилась родной сестры. Это разово пользование. Они тобой воспользуюсь, а они тебя кораулить больше не будут. У них, им узнать. А их руководители, кажется, Николай Помин, да? Поминка? Его посадили, и на одном из свиданий он показал, как сильно бьют, он так и не вернулся. У них группа была 32 человека. И они пришли здесь, которые, я их повел к настоятелю, а он послал их кипецкопу, их утвердили, они уже там монашеские звания имели, одна из них, Раиса Владимировна Шишкина, здесь стала настоятельностью монастыря, она Ксения стала, так? Скрывать еще не надо? Когда у них главное, что было? Они молились по православным канонам? Конечно, в катакомбнике. Катакомбнике. А епископ, священник или без священства? они просовые перепекали, от старых просворов брали, что-то, теперь те, что заводили, туда эту просвору раскрашивали, и теперь вот у них как новая просвора. У них не было священства. Это ИПХ, а не ИПЦ. А если на православной церковь, они подпольные имели епископа, прятали его. А вот их не было. Ну, это, если так грубо сказать, по проповеди Германа Стерлигова, ну, у него ничего нет. Вот я знаю, епископ есть один, но сказать не могу. Все еретики, все патриархи, старообрядцы, зарубежники, все еретики, а вот только не еретик. Ну, мошенник. Так они считали, что... Каждую булку сделает, продает, я говорю, по 700 рублей, нет, он это по 1000 продает. Он миллиарды награбил, когда перестройка была, и сразу в сторону он сохранился. Боялись-то их, че, коммунисты? Они че, советскую власть не почитали, или че? Ну, конечно, а зачем любить-то советскую власть? Да это в дураку, понятно. Ее в этот мешок-то завязать бы. Как всех бы пересадили вы только. А их же только садили. Или все то, что тайно церковь не ходили. Но они паспорта не получали, детей в школу не пускали, в армию не служат. А в армию не служили? Такие молодые были там тоже. Ну откуда они, если рождаются от них-то? И че, не ходили дети в армию? А как они не ходили? А как их гаммисты? Ни один не ходил. Ничего себе. Ох, ни один, ни один, ни в Гетер, ни в Советском Союзе не служил, ни один, ни один. До этих я знаю. Я сидел, и бабушка сидела, и дедушка. Если парень растет, мы уже знаем, сейчас он идет, и команда говорит, а служить ему. Дому сразу прям там забирают, три года. Все. Хорошие ребята. Бибельфорши это? А? Бибельфорши это немецкие? Да, это они есть. Гитлер поставил задачу истребить евреев, цыган и свидетелей углов. Бибельфорши. Вот три, которые не должны жить на земле. И у русских цыган не трогали, а на евреев руку наложил Сталин. И Сталина нет, и Гитлера нет. А они набрали какую силу? Это неприкасаемый народ. Он, даже не знающий Бога, он все равно относится к семени Авраамова. Господь говорит, я пришел, а верующих-то нету, скотомогильник, погибший вовсе Израиля, погибшее. Ну много овец валяется, что это? Это скотомогильник. И однако ученикам, я посылаю вас к сынам Израилю. И они начали проповедовать. Проповедовать всем, кроме язычников. А потом-то, как евреям, это к язычникам открылось. Поэтому... Так паспорта они не брали, по какой причине? Что? Три шестерки? Ну да. Так это сколько лет назад было? Ну, надо Володю Пенкина спросить. Он знает, здесь, когда едет, какая-то маленькая станция. И там Назарь жил, Назарий. И он меня к нему возил. Я его записал на магнитофон. Такой коренастый старичок, низкого роста такой. И он отсидел, я не знаю, раз в семь, наверное. Как только его освобождают, а ему немного давали, так лет по пять. Он вернется, переспал один раз с женой. Детей много, после каждого возвращения, сын. Он опять наелся и пошел где-то в площадку. Приходит и говорит, а кто у вас тут комсомолец, комсорг? Ему говорят, такой-то. Он ничего не говорит, он подходит, как даст ему все. И вот уже скрутили, опять в тюрьму. А потом, когда вернулся, у него уже зитевья. Зитевья приехали. Он разузнал, они не согласны с ним, с паспортами. Он говорит, в обувь, дырягивайтесь, штиблет это нельзя носить. Утром проснулись, штиблет изжег, паспорта сжег. И они все беспризорники. А он потом на жену и говорит, она мученица у меня, всю жизнь мучается со мной. Но теперь маленько уже так притих. Один день, одну ночью, когда у него было, сразу заристовывали. И он шел как домой. Мощный проповедник. Царство Христовое. Я говорю, так дам, так с кулков долой. Я вчера посмотрел, ролик поставили. Барнаул, баптисты, видно, зарегистрированное. Толины, спроси его. И они перед близок, Господь. Ближе Господь? Да, кажется. Ну что-то там, слава ли Господне, как-то поют. Я насчитал 25 человек. Парни молодые, все в галстуках, все бритые, и девки без плотков. Маленько, что-то у двоих или троих накинут, а так просто сверху. Это, скажи, ваше паство. Да это неверующее. Все в галстуках до одного. Толя-то раньше галстук как ненавидел, а сейчас и галстук носят, и все. То есть, идет по ступеням вниз. Галстук было у Гитлера элегантно. А у Сталина никогда не было. Интересно? Да. Сталин православный был. Да, вот так всегда. У Гитлера все сплошь и верно. А что интересно, в Советском Союзе уголовный кодекс преследовал гомостексуалистов, а Гитлер их уничтожал сразу, как мусульмане. Как обнаружен сразу их к стенке. А сейчас все, правда, гей-парады, мужики на мужиках женятся, оставляя естественное употребление женского пола, и детям. и получая возмездие в самих себе за должное и заблуждение. Он, она, нету. Кремля держал. Кошмар. У нас дедушка, моя мать, Мария Егоровна. А Егор, ее отец, Иларионович, он жил на Карповке, конзовод 140-то. И через него проезжали казахи. Куда-то они ездили, что-то покупали. И всегда у него останавливались. У меня еще природная с казахами, с мусульманами. И он их привещал. Конечно, посуда отдельная, эти кержаки в одной нету, но все чисто, только другого цвета где-то. И они всегда к нему заезжали. Ну вот коснулось ему ехать туда. И его кто-то узнал, там аул какой-то, как они, говорят, загаргатали по-своему-то. Выскочили, его с телеги стащили, на руках потащили через весь аул. Они очень благодарны, когда кому окажешь какую-то помощь. Очень приятливые. Все среднеазиаты, они гостеприимные народы. Это у меня выходит по природе, от деда еще идет. Интересно, дед, ложится когда спать, он всегда на колодке пчел выставлял рамки, нарежет кусочками, а когда придут мед-то воровать, то чтобы пчелы их не ужалили и не разорили, а давно вот мед пройдет и наставит тарелок это с медом. На утром никого не было, опять собрал. Игорь Тимович, а вы Василию это слово сказали в разумлении или ничего еще не говорил? Василий? Надо же сказать ему хотя бы я... Василий, подойди сюда. Изумлен. Сюда подойди. Ходит, ходит, и вот тебе, здравствуйте. Не слышит или еще? Да, вот так подорочко. Брат Василий, был очень сильно я изумлен тем, что братья к тебе пошли потрудиться, помочь тебе там. Первый раз в Дрязк ездили в Горнуре. Первый раз, да, ну понятно. А второй раз они тебя нашли и так далее, и ты там им мясо предлагал. Я не предлагал. Ну там у тебя курил, там у тебя курица была. Ты говоришь, мясо будете? Они говорят, так сейчас же в рот идет. Будешь в рот заглядывать, как я... Я буду, в рот заглядывать. Я тебе сейчас заглядываю в рот, что ты не понял? Я заглядываю, они братья молодые, а я тебе... Проболел, знаю, что такое. Вот любой болезнью ты проболел. Где написано, что спаститься нельзя? У меня жена болела, у ней был рак крови. Ходили все общины, пришли прощаться к ней. И Господь исцелил. Вот, пожалуйста, вот труп сидит практически. У него вырезана половина шеи. Вот такая была раковая опухоль, до башки уже дошла. Вот он... И что? Вот начал поститься. А он еще говоришь? Вот. У меня больше семейная операция была. Вот, вот, вот. Видишь? Вот она все резана. Ну, почему я-то постился и живой остался? Ты боишься? Он так... Он тоже у него были вопросы, он спросил, а если больные, там в православии есть что-то или нет? Я говорю, брат, так наоборот, если у тебя какая-то болезнь, и ты исполняешь заповеди Божии, Господь-то на тебя больше призрец, нежели ты будешь поперек Него идти. Тогда Господь скажет, а это кто такой вообще? Так тебя-то еще и крестили. Помнишь, я тебе сказал, тебя кто крестил? Ты говоришь, батюшка крестил ваш. Я говорю, как ты мог обмануть батюшку? А? Как ты мог так обмануть, сказать, что ты верующий, чудо-дум пробумнить, и он тебя еще крестил, и ты сейчас с нами вместе под верующего косишь. Ну, как я... Сидишь, как косишь. Да ты что сопротивляешься, когда тебе говорят, ты пост мясо ешь? Это... Вот это... Ребют, дети у нас мясо не едят. Я понимаю, ты бы журавля там с неба схватил. Я говорю, ну, это да, это еще можно было сказать. Ну, не хватай или хватай. Ну, просто мясо, ты ешь мясо. Когда люди... Вот сейчас можно есть рыбу. А сейчас, 19-го числа, закончится рыба. И в среду, в пятницу рыбу нельзя. И масло иной раз нельзя еще есть. И что? А у тебя курочка. Ты туберкулезный больной. Какой ты туберкулезный? Ты здоровее всех здоровых. Я пройти... Я говорю, вот у меня... А ты ходишь по 15 километров. На лимфососудах. На 30. Ты слышишь, что я тебе говорю? Больше 7 операций было. Ты слышишь, что я тебе говорю? Я не вижу никакого лимфососуда. Да это не оправдание. Я вижу, что ты мясо-сосуд. А когда делали операцию? В 75-м. А что мне? А что мне? Я заболел в 75-м. Нет, в 75-м. А там делали вот эти опыты на мне. Ну хорошо. В 75-м. Еще 25-30. 40 лет назад была операция, и ты все еще молостное ешь. Но это ссылаться не надо. Что ты так вот обозлился-то сразу? Зачем? И как ты... 40 лет назад человек болел, в это время там бывает, диета меняется, но мясо не разрешается. У тебя разрешается и лея, и беда, больше ничего нет. Ты не спрашиваешь никого. Ты же Аббанна крестился-то. Игнать Ильич, можно спросить? Ты... Я даже не знаю, у него в глазах ни одной честности. Ну-ка, смотри в глаза мне. Ты хоть один великий пост нормально пропастился? Без молока, без мяса? Развижается он. А что он тут делает? Вот поэтому он мне так сказал. Вот в чем дело. Понятно. Тайна, это где? Грех. Понятно, сестры, вы защищали все его. Я говорил, что это не то. Да я не защищал. За меня. Почему он ничего не говорит? А он только оконснись, и оказывается, что он ни посты и ничего не соблюдает. Он не соблюдает. Ты утрене вечернюю молитву исполняешь? Нет, конечно. Ну, молюсь очень. Вот и все, очень наш. Другой молитвы не знаешь? Царю небесную не считаешь? Поклоны не делаешь? Ну, у меня 15 градусов мороза в избе. Какая там... А нет. Какая там молитва? Ну, а кто виноват? А когда ты даже дыра на улицу, сейчас зимой не заткнет даже. Даже снегу подгреб бы хотя. У меня температура... А там не написано, что температура будет, что ты ленивый, и ты можешь не поститься. Этого нету. Он обманывает крещением, и ты обманывает крещение. Ты обманывает крещение. Ты обманывает крещение. Это не обманывает крещение. Никак. Тебе имя Василия означает царь. Ты должен царствовать над своим грехом. Вот, брат, ты говорил, пошли делать добро, а выяснили такое зло. Пришли-то помочь как брату, который там... А у него тыквы, тыквы вот такие на огороде замуженные достались. Картошку тыквал. Ты слышишь, он говорит-то? А мне, говорит, разве сидят, помогают или не помогают. Ты маленько отвлекайся от самого себя. Ничего себе. Извините, я туда ездить не могу. Главное, это праза в этом. Ему это разницы нет, ни у общины, ничего не надо. Ничего себе. Я как-то здесь сказал, ты там не ешь. Сказал, вместе со всеми ешь, вместе было. Что тут непонятно-то? А ему отдельно, Людмила Степановна, вот она красненькая сидит. Людмила Степановна. Она его отдельно там в рекарме. Приду, она там в кочегархе укормит. Здесь поест, потом там. Он за неделю наедается, как пеликан. А говоришь, никто тебе не нужен. Что ты тогда ешь и ешь здесь? Сам-то принес хоть раз что-нибудь сюда на стол? Принес, это все время. Ничего не принес. Ни разу. Да никто не спрашивает. А я тогда не буду. Он козыряет сильно. Я ему сказал тогда, а я ходить тогда не буду. То есть, ходить если не будет, он ущерб нанесет. Он сразу козыряет. Приехал потеряю, помогает. Сидим за столом, поели, уже идти копать картошку, еще только второе приступает. Я говорю, на этом оставь. Как так? Нет. Все встали. Нам идти картошку копать. Вот сидит, он никому никогда не подчиняется. Абсолютно. Никак. И поэтому скрыто, потому что там все тьма. Это только мы то, что обезлили. Тут пришел, знают, что у нас служба началась с четырех. Он к семи пришел вечером, через забор перелез, а мы-то сидим в комнате там и видим, что он лезет-то. Было это или нет? Было. Было. Ну как не было, когда у нас это записано. Мы в интернет выставили. Тебя весь мир знает, что ты по заборам лезешь. Видите, какой собственный пришел, я умираю, и все, батюшка растрогался, батюшка думает. Ну, батюшке я говорю, батюшка, ты смотри, вот этот какой он, ну сколько можно ждать, другим он уже не будет. Ну даже больной. Батюшка прав. Ну такой он и есть. Он никогда не причащается, ничего. Он придет позже, придет раньше, он никому не причиняется совершенно. Ну его сразу надо выводить в оглашенный языритель. Он всегда выходит. А, он выходит? Он всегда выходит. Как ему тогда что, его ничем не пробьешь? Вот ты вино пьешь, он не пьет. Он не попадает ни под один канон, чтобы ему нельзя было с нами с верующим обедать. Ну да, да, да. Но он не постится. Он не пьет ему отдельно. Сегодня он отдельно на кухне обедает. С таковыми не есть вместе. А он очень нужен. Я был, я потом на него показывал и говорил, смотри, какой человек сидит, хороший. Он не пьет, да, это ясно. потому что он за пьянку отлучен был. Он не пьет, не курит, это сто процентов. Ну да. Ну то, что он не постится, это вот все. Пастится. Пастится. Молительничное. Интивидуально, каждое... Тебе не надо толковать. Интивидуально, каждого человека. Это индивидуально на улице. На улице. Чего больше в рот заглядывать? Чего, чем... Заглядывать не надо. Слушай, слушай, ты только он голос смотрит. Да я думаю, что первый раз, что ли, видите, он стоял вот такой. В рот смотреть будете? Чем я питаюсь? Ты православный? Ну православный. Ну если не постишь, не постишь, что ты не православный. Никто не заглядывать и не будет. Ты наиспоить не ходишь. Наиспоить сколько раз был? Не раз. Ну это дело тоже каждого. Как это каждого? Ты чего это все взял? Каждого. Да ты чего? Своим листом я не достоин все причастие. Чему? Не достоин причастие. Наиспоить ты должен пойти. А ему нужды нету, что он соглашен на место. Это ему... Это не трава. Веры-то нет. Страха Божия нет. Веры нет. Просчитай. Слушай. А еще кто? Епископ. Это, наверное, 69-е апостольское правило. Ну да, давай. Или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец. Пастив со святую четыридесятницу перед Пасхой, или в пятницу, ты мне препятствие отнимущее телесное, да будет извержен. Извержен. А еще же мирянин... А если мирянин, будет отлучен. То есть он не церковный, не верующий. Ты не имеешь права называться православным. Это правило. Семя уже отлучение. Ты уже годами нас обманываешь. Обман. Обман. Одинаково поведение, одинаково. А друг друга они не знают. И таятся. А что таятся? А там вот что открывается. Не постится, не исповедуется. Это центральное, на чем основано православие. Ты не кео-цареградский символ веры прочитать? Нет. Он не знает. Да он не верующий. Он не верующий совершенно. Я вам об этом говорил сколько раз уже вы меня все долбили тут. Хочу, пощусь, хочу, нет. У него мысли-то... Брат, брат, я говорю, я не считаю его братом. Я не вижу брата в нем. А ты его назвал сейчас братом. Чирек пекешься. Кого как братом? Да ты сказал, брат Василий, скажи. Брат Василий? Да, ты сказал. Брат Василий, мне скажи. Да всю правду доложи. Ты на свете сам не верующий. Самый не верующий. Да. Ну, сказал я. Зерклей собой свет. Но. Вот и день общего. Вот тебе глазунки. Чего сейчас-то смотришь на меня? А все время тут сидишь вот такой крабиком. А? Чего не сказал мне тут? А че вы тут мясо-то не едите? Сейчас можно, езжу его. Чего ни разу не сказал? Да дело каждого. Да мы тут вообще мясо не едим. Недавно. Я говорю, в рот каждому не будешь заглядывать. А че ты не понимаешь, что в рот заглядывают? Покем питаются. Ты че не понимаешь, что тут не только в рот заглядывают? Тут в другое место еще могут заглядывать. Ну что? Главное спасти-то. Что твой рот-то? Кому он нужен? В душу заглядывают тебе сейчас, а не в рот. Интересно, фотографии выставили. Стоит полицейский, специальный там врач. И стоят еврейские женщины. И стоят, ни ниточки нету. И он наклоняется, у каждой раздвигает и смотрит. И говорит, ребят, что ты там нашел? То есть кончилось ли у ней кровотечение? Пока не кончится, она не имеет права домой приезжать. Она не с мужем, отдельно живут. Миква, ощущения. И они стоят, у одной он склонился там, заглядывает, кончилось ли у нее. А это у тебя еще крово тащит. С ним их поставлены. И никак по-другому. Потому что они соблюдают кошерную пищу, кошерную женщину. А женщины склонны соврать. И у них даже нужды нет, они стоят перед ним, это как врача, гинеколога. Ты же идешь, ты же не одевший перед ним. Готовится рожать, когда он десятки раз осматривает, нормальный ребенок. Василий, тут заглядывает к нам не человек. Господь, мы все должны соблюдать. Правило написано, тут сидят епископы. Стой, епископов. И ты передумаешь, а что в рот заглядывать? Идивидуально кто как хочет. За пределами церкви, пожалуйста, в церкви нет. Ты не церковный человек, веры нету, страха Божия нету. Так что обратись, покайся, чтобы загладились тебе грехи твои. Ты тебя обманывай, это обманывает сатана. Скажи, ты увидел надпись на дому, однажды шел, и ты увидел, это организация, которая что-то строит, дает квартиры. Ты находил такое? Деньги платил им? Да как нет-то? Когда исчезла организация со своими деньгами-то? Судился с кем? Ну, квартиру тебе где обещали-то? Какую квартиру? Квартиру просто, как просто? Долевую часть. А, подожди, минутку, не торопись. Ну, 34% просто, и все. Да не, когда ты ходил там и говоришь, пришел, а там ни надписи, ничего на доме нету, мы обращались к нашему адвокату, который квартиру тебе нажил, ты сколько заплатил туда? Ну, 777 должен выплатить. 770 тысяч? Ну, 777. Ну, они исчезли, и все, он ни с кем не советовался. Случайно узнали. Представь, он работал, он работал, вкладывал туда, у него где-то домик есть, но надо ремонтировать, а ремонтировать он не хочет, он его бросил. А теперь, беду, новый кто-то построит. А тебе смыли, если таких, Васик-то, нам в минуту хватает, через одного, и ты их больше никогда не увидишь. надули. Я был за рубежом, и меня знают там. И сказали, нужно дать где-то в банке счет открыть, когда нужно, мы перечислим, не мне, а на детский лагерь. Ну, я дал, я пошел, куда теперь открыть? Я пошел в прокуратуру, разузнать, какой, говорит, есть Сбербанк, это пенсии все выдают, а есть еще Центробанк, он занимает промышленные предприятия, города, все, но надежная. Я тогда пришел, еще дальше там организация такая есть, я говорю, как? Это, говорит, очень надежная организация. Я пришел тогда в Центробанк, они говорят, знаете, мы, как бы, не можем, потому что вы частное лесо, но вот есть, есть такой банк, там какой-то, назвали НТО банк почти что, вот в этот банк, это наше, говорит, структурное отделение, я говорю, я могу на них там где-то? Да. На меня приходит полторы тысячи долларов, потом еще 250, я их в руки не брал, это, я говорю, я вернусь, когда осенью заберу, и тогда я куплю шипер, и все надо, прихожу, а банка нет, банк лопнул, банка-то нету, я тогда начал где? Ну, там, грек, начальник-то, я подал в суд, их в суд вызвали, стали говорить, он говорит, а что мы сделаем, там, инфляция, начал городить, я пропал, он их нажал в суд, и они мне половину отдали, а половину так и не отдали, так и пропало. Но я им сказал напоследок, я говорю, знаете, ворованная поперек горла вам встанет, и что дальше было, это уже только Бог знает. Вот когда на меня нападали, а я суды выиграл, главный, кто виновник был, нашли зарезанного, второго изрезали ножами в подъезде, третий выгнали, четвертого инсульт, голову, сразу умер. полный разгром Бог сделал. И так что твои деньги, они молись, чтобы с ними не было никакого худа. Он честно, заработая деньги, вкладывал, чтобы получить квартиру, но не советовался. Ты, Валя, слышишь еще? Ты хорошее дело сделала, позвонила, мы с сестрой пошли, мы сразу на колени, то есть сразу к Богу. Люди, которые знают и говорят, мы были там, мы чувствовали, непрерывно чувствовали помощь молитвенную. Вот мы как в путешествии были, но просто, я не могу передать это ощущение. Мы чувствовали, за нас молятся, при том везде. Когда в прошлом году, в 16-м, на меня напитал Роспотребнадзор, за нас все молились. Молились мусульмане, молились баптисты, Великобритания и везде. Пятидесятники все молились, потому что наше дело не чисто как религиозное, а детский лагерь. А что мы православные, в пятидесятники ко мне детей присылали. У меня были и казахи, и кого только не было, и греки, и немцы, и баптисты. У нас это, никого мы не принуждали. Парнишка один, какая-то новая жизнь, кажется, а вот такой долговязый парнишка, Юрка звать. Вот все бегают, играют, он маленько пойдет, вернется, Библию открывает один, во всем лагере. Вот, сегтант. И вот, мы сказали, а как присадить? Он говорит, у нас теща очень строгая. А теща, теща, кандидат наук, и сказала, только кладки на влагерь. Ну, и мы ему, вот, Юра, ты так молишься? Да, так. Ты рукой не крестишься, нет, мы заставлять не будем. Ну, когда мы за стол садимся, чтобы ты был рядом. В храм пойдем, ты был рядом. А Морис по-своему. Я не знаю, недели полторы прошло, он уже стоит, кланяется. Они приехали, Юр, когда ты совсем православный стал. А он нам однажды выдал. Я говорю, вот смотрю на вас, а ему лет 13, наверное, Бодью фамилия его. Десять было. А? Десять, когда первый раз приехал. Да, да? Только он не один год даже был. Да, два года. Ну, в парнишке-то хороший-то. Хороший. И вот я гляжу, говорит на православном, у вас интересно, и жития так. Летом ходят в шубе, а зимой на морозе голые. У нас жития такие. Да, да. Его это тронуло. Не родство. Так он, мы с ним на полном серьезе вопросы о иконопочитании разбирали, цветы. О покрытии. Но он не любил этого. Когда начинаешь, он по слову Божьему, он прям прям такой занервничает, занервничает. Он думал, что православный ничего не смогут открыть. Когда родители-то приехали, то ли специально или нет, он ту журку, то фуражку где-то спрятал, найти не могут. Ехать надо, он не мог уже найти. Не хочет ехать. Парнишка оставила себе хорошую память. Какой бы его назвать. Помните, как он изменился-то? Вначале ходил неделю, наверное, бледный такой. Он, как я не знаю, какой-то вообще стручок. А потом слышим смех. Какой-то смех такого не было. Странно, кто смеется так? Выбегаем туда, а он на качеле качается и смеется. Мы спрашиваем этих сестренок на маленьких девчонок, а это что с ним? А не знаем, говорит, сел, попросился, а то все, не пойду, не буду. Сел, начал качаться и смеется, говорит, остановиться, не может отравиться. Ульяна Политехина, вторую девочку как было звать? Таня или Маша? Маша. Маша. Он к ней был расположен. А, да, 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 к Маше, да. Ну, они два таких, бледных. И нам есть, что вспомнить. Я забыл. Василий, принеси покаяние, пойди на исповеди к Батюшке, перецасывайся. А, да, да, да. С молниями. И он один начал молиться. Как-то мы все прижались, а он как начал, причем так... Ты меня не понимаешь? Нет, подозреваю. Но исповеди... У нас устав, что если в течение года на исповеди не был, то он с соглашенными. А при счастье мы не побуждаем никого. Это твое дело. Ты можешь через два года причащаться, как Златоуз говорит. Но на исповеди идти в течение года хотя бы один раз. Ну, вчера сходили, сегодня причастились. Мы причастники. И наше состояние, и которое не причащается, нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать мое состояние сегодняшнее и вчерашнее. Мы разные. Вот я когда покаялся, обратился, вот я принес покаяние перед Богом, в 62-м году встал, я не тот уже. Я на себя смотрю, как будто я еще стою. Я другой. Теперь я только вернулся и всем начал говорить с Терра Вишера о Христе, о спасении. Это Бог. Бог тебе дает рождение, и не надо тебе ни время ждать ничего. А то я медленно рождался 5 лет. Не знаю как. Игнать Иванович, вот вы рассказываете о том, как вы на колени встали, Господь, слезы там. И я верю, что да, вы заплакали. Там на другого могу посмотреть, верю, что заплакали. А вот я на него смотрю, я не верю, что у него слезы есть. А ты видел, как мы сейчас были в Латвии? Вот еще брат Никита тоже он железобетонный. Там не было дома. Николай снимает, а я встал на колени и там плащу. Так те, которые баптисты, лезят там 50-ти, мы сейчас смотрим ролик и тоже плащем. Я благодарю Бога за это место. Мне вот импонировал всегда вот брат наш, когда он пришел только, он в нужных местах, когда Игнать Иванович проповедовал, смеялся, а в нужных местах плакал. А я же рядом сижу, смотрю, ну когда читают. Он вот сейчас читает он, а то я читал там на занятиях. Он согрешил, было дело, то я ему запретил сюда приходить. Я говорю, Игнать Иванович, что заметили? Он говорит, а да, да. Он ушел с соседем, в забор утром и плакал стоял там. Ему запретили на территорию заходить. Вот он сидит. Не, я не верю, что у него могут быть слезы от какого-то покаяния. Пока не вижу. Только что не видишь. А оно может быть находиться у него и брызгать. Это да. Ой-ой-ой, замочил. Надо распрямиться. Да уже староста пришла. Он так, ты видишь, это молчун, готовый к крючку, в землю смотрит, монах. И его любой мастырь примет. Да вот сестра рассказывает, какого она видела Василия в магазине. Идет, говорит, такой на растопашку, я даже за него не узнала. Подошел ко мне там, что-то начал говорить. Я думаю, кто это? Это Василий такой? Она обалдела. Она в изумлении была. Вот расскажи, было такое? Да. А как мы ездили проповедовать, какой он был энергичный. Он проповедовать любит. Вася? Да, Вася проповедовал. Берегу бы замал. Василий талант зарыл-то. Ну, остыл, не знаю. Остыл. Так на мясе-то и остыл. На мясе. Переварить не можешь. Сатана, ты бегаешь. Где-то мясо лопаешь. Он вперед нас бежал. Так 15 грамм мороза вот наполни. При 15, и ты бы застыл, не ври. На улице всего 13. Так мы для... Ну, вот они свидетели. Деви Вась, мы для этого с братом, с Никитой, приехали, чтобы тебе дрова... Ну, по-моему, 15 грамм. Чтоб тебе дрова заготовить. Ну, по-моему, 15 грамм. Ну, по-моему, 15 грамм. Уместе, Армаздуй. Владимир, говори, говори. Мы для этого и дрова привезли, чтобы ты мог топить спокойно. Спокойно молиться, как говорится, Бога славить. А так-то, конечно, если ты пододелал. Чего там? Ну, там дровишки сейчас у тебя есть уже? Есть, есть. Дровишки есть, прохладу люблю. Я люблю. А на кого? Ты что-то... Ну, хватит нам уже тут, это, еврейскими вопросами, ответами. Что-то ты... Что любишь? Ну, так любишь, стой, молись, раз любишь прохладу. Нет, нет у вас. Лесовка, это что-то... Жуй тыкву мороженную. А что есть, то и получаю. А что ж ты грешешься? Да как это что есть, то получаю. Ну, 15 грамм, ну, полу мороженную. Скажи, ты зачем крестился? Вопрос. Зачем ты крестился у батюшки? Чего ты хотел из этого крещения? Да, сестра наставит. Вопрос задал ты ему. Я? Ну, крестился... У батюшки. Тихо. Чего смеется? Что ж... Илана, интересно, на него начинают трясучкой бить сразу. Да какой трясучкой? Да ты крестился, за что его так вот трясешь головой? Ну, как евреи. Ну, давай. Давай, говори, зачем крестился? Зачем крестился? Ну, чтобы жизнь вечную иметь. Вот так. Хорошая ответ. Ну, теперь надо какое-то делать. Что-то я теперь начну трястись. Ну, и вечную жизнь. Ну, ты же тоже хочешь этого. А за что ты хотел получить? Ты же хочешь этого тоже. Да я много еще хочу. Ты скажи, за что ты хотел получить? За то, чтобы всегда есть мясо, да? Да почему мясо? Не соблюдать последствия. Да почему мясо? Ну, тебе говорят, не ешь мясо, ты рогами уперся. Нет, мне надо, я там больной, я там замерзший. Я 40 лет назад болел. Ну, тем более 40 лет. И тем более он любит, когда замерзший. Ну, теперь дальше. Теперь, ты понимаешь, ты сам на себя уже наложил, вот на хвостование. Зачем, я не знаю. Ложь на лжи. Если ты любишь мороз, не любишь мясо, хочешь вечную жизнь, так-то. Ну, как это? Откуда у тебя? Не любишь. У тебя что-то куры летают? Как Барон Менхаузен, что ли? Ты не силы полюбишь. Ну, если 15 мороза на полу, я... Ну, а летом-то ты пасты не соблюдаешь, никакого мороза нет. Еще ты прикрылся морозом-то. Мороз-то из-за лени. Летом-то ты тоже не ешь. Лени не закрываешь. И весной не ешь. И весной тоже не пастишь. Летом 30 лет назад жаре, а ты все равно ел молостное. Та же курочек лопал. Зачем? Топ, ступор. Ай-яй-яй. Ты же обманываешь. Морозом прикрылся. Дед Мороз, прикрой меня бородой. Ага. Лукавый ты. Очень. Мозги сильно прикрыты у тебя. Лукавый и лживый. Очень. Не надо этого, Василия. Покайся и вернись в православную церковь. Главное, простодушный. Посты не соблюдаешь, чтобы мы можем в аптисы пойти. Они не соблюдают постов. А накормить все в один раз накормят. У них там нет обеда для наркоманов, для бомжей. Ты просто не представляешь для некоторых, что люди пережили, когда постились. Я вот тут начал жить только потому, что мы постились с женой. И как постились? У нас там бабушка была, старая бабушка уже. Ей 80 было, а мы ей не готовили молостное. И она все время, а почему нет молока? А где котлеты с мясом? Бабушка, вот те рыбные котлеты, рыбные готовили для нее специально. Сами не едим, рыбу нельзя. А ей, ну рыбные, ну хотя бы, чтобы она не верующая, какая разница. Но мы не можем готовить молостное. Рыба сюда не относится. А ей молока подавай, мясо подавай. И все. И она нас выгнала оттуда. И я вот здесь, слава богу, с Игнативной чем прожил. 14 лет жил за моей застенкой, на квартире так. И мы с ним расстались по-хорошему. А он невыносимый, с ним нельзя жить, нельзя беседовать. О! Нет, Игнативной. Может быть вы такой, я мягкий и пушистый. А я тебе говорил, ты мой дом построил, теперь с Мариной договорись. Когда у меня дома не будет, вы меня на 14 лет возьмете, ты говоришь, обязательно. А жена-то согласна ли? Ну мало ли что, она будет слушать меня. Я тогда у партиста приехал в гости, потому что жена-то верующая, он как сидел, песни пел. А куда она денется? А куда она денется? Вот и все, ты тоже. Игнативной, ну то вы нас не знаете. Ну мало ли, что там она может... Ой, ну девчонки сейчас у меня живут. Одна прожила зиму, сейчас еще девчата живут. Может еще у нас. Лишь бы ты мог повернуться, как батюшки на коморке. Да, у меня там комнаты побольше, вот такие как-то. Чуть-чуть. Я много их сделал. Еще второй этаж есть, кстати, где я занятия думал. А так еще можно и там несколько коморок. Я вообще хотел Василия даже к себе взять жить. Были мысли такие. Но у меня остановило одно. Он такой берег, думаю, ключ потеряет, а у меня там дверь такая фельдепесовая. И потом ее не открыть ничем, только окна ломать. Что уже было такое у нас? Братья через верх залазили, окна отпиливали, полностью окна вытаскивали. А он у меня ночь ночевал. А ты запасной ключ имей дома, чтобы лежал? Чего ты, как маленький? Да, я понимаю, дома, чтобы лежал. А мне дома надо, чтобы в оружии он был. Ну ты положи ключи в комнату, а другой на улице спрячь. Ну у меня никто не терял, вот сколько ключей еще никто не терял. Да я тоже, сколько рук не терял, ни одного ключа. У него ключа не было. Да понятно. Я бы ничего не терял. У него их и не было. А у тебя замок-то есть? Очень у меня было такое расположение, но Василия взять. Так тебе ужал, собак сегодня. А он, кажется, не пастится, не молится. Нету. Когда ты приходил, в университет сушу. Соседняя собачонка лает, не переставая. У тебя, когда приходил в университет, а сколько собак за тобой прибегало? А там-то, да конево. Ну у меня ему тоже не жить. Я не спрашиваю, живы или нет. У меня там газ. У меня там сколько было? Это взорваться. А было? Сразу. Три, четыре. Самому. Было. Василий, прощай. Девять, девять сенят. Собак сколько у него было? Пришел в университет. Глянь, сенят, я их утопил. Когда ты пришел к нам в университет, в университет пришел, сколько собак с тобой было? Ты был без головного убора. Я сказал, без головного убора уже холодно надеть. Было? Было. И ты вышел из собаки. А собаки прям в фойе зашли. Я спрашиваю, сколько у тебя тогда было собак? Ну не меньше трех. Да, три где-то было. Три в тот раз. Я их помню, какого света даже были они. Так он после этого год не ходил, почти, ну не год, до весны не ходил. Вы же ему запретили, пока не научатся носить кепку. И он весной пришел в кепки. Я даже удивился. Опять приходит. Думаю, упертый мужик. А потом тут он немножко начал ходить сюда. Я опять вижу без головного убора. Опять с ним разговор мы им вели. Он любит прохладу. А сказки рассказывают о том, что ему холодно, поэтому надо есть мясо. И он больной 40 лет назад. И поэтому ему тоже надо есть мясо. Короче, куда ни кинь, везде мясо. И куры бегают у него везде, потому что, ну чё, первый вышел из двери, с Владимиром, кто и я. У курек конкурс. Меня возьми съешь. Меня возьми съешь. От соседей все к нему. Вот ноя в ковчегде. А тыквы на огороде замерзшие. Призывай к молитве, закончим, надо идти. Раз времени нет. Давайте. Достойно есть якова истину, блаженит я Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и матерь Бога нашего, честнейшую херубин, и славнейшую без сравнения серафин, безыстрения Бога, слово родшую, сущую благородицу Тя величаем. Гнатилович, молитесь. Отец наш небесный, любящий Создатель, мы пристали перед Твоим величием, чтобы восславить Тебя за этот день, что столько лет Ты хранил вас здесь, защищал. Мы в такой безопасности находим от окружающих народов, которые не знают Тебя. Помоги нам быть истинными Твоими свидетелями, защити нас, эту душу Василия, открой ему истину Твою, любовь Твою, и распусти нас с миром, чтобы слышанное мы могли дать и другим. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Василий, я тебя хочу спросить, подойди сюда поближе. У тебя Евангелие-то дома есть, нет? Нет. Есть, а какое оно? Какого сверху? Да, Виктор Андреевич подарил мне Библию. Библию целиком? А когда ты ее считал в последний раз? Не помню. А? Не помню. Даже не помню. Так у него стоят ваши книги, Новый Завет, Крестин и Православие, там несколько книг. У него много книг ваших стоит. А почему не считаешь? Да я говорю, руки мерзнут. А в этом-то почему не считаешь? Видишь, ешь мясо, ты 40 лет назад болячка была. Теперь на зиму. Зима не виновата. Наоборот, она побуждает трудиться, чтобы было тепло. Вот здесь хорошо, что тепло. Ну, такой же дом, та же самая Сибирь. А почему тепло? Потому что топим, покупаем угорь. Ты десятину когда платил в последний раз? Стойте, Надежда Васильевна, еще не все. Десятину когда платил? Еще не до молитвы. Так, тихо. Десятину когда платил? Десятину... То есть не платишь? Платил, но сейчас с пенсии заплачу. Ну, надо платить, потому что мы же отопим, и по-другому никак нельзя. Так, вот скажи сейчас, что тебе надо? Помощь от братьев, чтобы могли тебе помочь. Вот наши братья к тебе ездили, один раз вообще тебя не нашли, ты не мог адрес дать хороший. Они ходили-ходили, никто такого не знает где. А приехали второй раз, у тебя все, тыху дали, там, картошку, все в сенках лежит, застывшее. Ну, куда это годится-то? Это же нехорошо. Какая тебе нужна помощь, чтобы ты не мерз, чтобы ты молился, постился как положено? Исходил на еспать, что тебе для этого нужно? Ну, клену напилить. Клену напилить? Ну, они напилили там перегнуты. Ну, мы сосну привезли, сосна же тоже. Ну, какая тебе разница? Да, она сырая, только с кленом будет гореть. Ты сколько раз топишь в неделю печку? Как-то раз в неделю топил. Каждый день? Я раз в неделю. Раз в неделю. А почему? Ну, дров не было. А почему не закатурился? Вот смотри, вот это вот стоит. Кто вот это вот? Вот это. Вот это сюда. Кто? Надежда Васильевна. Надежда Васильевна. Она в Новосибирске была, из жарной квартиры-то. И когда идет мимо мусорного ящика, и она находила там разбитые маленькие ящички, все приносила, дров-то нет, а уголь выпишет. Женщина одна была, и они не мерзли. Вот тебе доказательства. Вот смотри. Вот это кто такая? Знаешь, как звать? Валентина. Валентина. Тоже живет в деревне. У тебя что, не топлено дом? Топлено. У нее все есть. Все. Мы уезжали, когда она на миссию, так она принесет прямо и орехов, и все на дорогу. Она очень жертвенная. Ее родители так приучили. Я правильно говорю? Родители твои были жертвенные такие, старались помогать. Вот и все. Это не ответ. Ты болен там был. Вот она ее возили сколько раз помирать. Вот, посмотри. И она не в холоде живет. Вот она любого только посмотри. Любовь все это делает. Пенсию получает. Вот она одна женщина сейчас строит, дачу себе наняла. Ребят. Это тоже, но это мужчина. Может и три этажа построить. Так что, Вася, давай. Меня обстановка. Можно вопрос задать? А чем ты вообще занимаешься, когда дома там сидишь? Ты читать не читаешь? Просто лежишь все время? Ну, почему лежу? Я лежать не забрали здесь. Ну, а что ты там делаешь? Ну, сидишь. Ну, в морозе как? Чем можно заниматься? Ну, просто сидишь и сидишь. Ну, сижу. О чем думаешь-то? Ну, что-нибудь готовишь себе еду. Полы протираешь, пыль вытираешь. Да как на морозе пыль-то там вытираешь? А там на чем ты готовишься? Голанка, печка? Ну, камелек. Камелек. Посуда есть у тебя, да? Ну, посуда кого? На одной кастрюле. Ну, нет, но все равно человек не может ничего не делать. Как можно? Ну, хотя бы... Ну, 15 морозов на полу. Почему? Ну, а что не топишь-то? Почему? Да, решето. А что-ка... Там его на топише разве? Ну, решето. Ну, лето было. А что ты лежишь? Ну, меня уверяли, что термос будет. А оказалось, что это решето. А кто виноват? Ты кого-то пригласил. Ну, все равно. Как можно ничего не делать жить? Все равно же что-то... Ну, невозможно лежать все время сидеть. Надо заваливать землей заваленку летом, а зимой снегом заваливать. И будет тепло. Сейчас теплее намного. Он в своем доме все же... Ему там утеплили, как он объяснял Василий, что у него утеплили и сайдингом снаружи обшили. Но у него через низ проходит где-то холод. Прогрызли, может, через низ. Как прогрызли крыши. Да. У него хороший домик сайдинга обшит, и все. Два этажа, он небольшой такой. Он всю жизнь прожил в своем доме. В частном доме. Так, все, дамы. Все. Все, Господи славы. Так, закройте. Все, спасибо, Христос. Спасибо. Да, спасибо, Христос. Иршество, которое вы устроили. Одежда Васильевна. Брать, ты домой идешь? Диктофон. Да, я домой. Так, кто споедет?